Я прям из такого этого, из художников-задротов, которые хотят все делать сами. Я, кстати, патентую словосочетание цифровой амиш. Йоу, привет, CG-подкаст номер один, главный подкаст о компьютерной графике. Саша Леша 8, привет, здрасте. Всем привет. Привет, ребят. Мы неделю назад общались и остановились на самом интересном месте. Я помню даже, на чем мы остановились, на истории про отель и про то, какие люди бывают в отелях. Но в целом мы очень много, конечно же, говорили про графику. Ну, мы в целом говорили больше про работу художника, наверное. Ты сейчас сонный, по тебе видно, что у тебя 7.30 утра или сколько у тебя сейчас? Что мы говорили вообще про путь Лехи, как он дошел до жизни в Индии, вот, до работы художником в целом, какие софты есть и все такое. В общем, если вы слушаетесь сейчас этот выпуск и не знаете, кто мы, то послушайте предыдущий, и там все будет понятно. Вот, потому что это продолжение. Могу вкратце повториться даже, чтобы никому не лазить. Пока не начали, легкий вброс. Если вы шарите в каких-то старых софтах, вот прям первых версиях старых софтов каких-то, вот, может, ты, Леха, в том числе, каких-то 3D Max'ов старейших, где не было, либо не было интерфейса, либо он был только наполовину, либо каких-то других очень старых, но популярных софтов, мы бы хотели провести стрим, где разбираем именно старую версию софта, как раньше можно было в нем работать. Вот, закидываем удочку. Если вы вдруг шарите, напишите нам что-нибудь. А вообще он запустится? Повеселимся, проведем стрим. Ты думаешь, он запустится так просто? Ну, может, как-то симулировать нужно будет, какую-нибудь виртуальную машину, может, поставить? Да, надо смотреть. Найти старый компьютер и поставить туда Windows 95. Чтобы совсем все true было. Совсем что-то, правда. Аутентично, чтобы было лапово, аналогово. Чтобы можно было сравнить, насколько инструменты стали удобнее. Слушайте, ну, после прошлого стрима я себя таким динозавром почувствовал, на самом деле, но при этом я не помню, чтобы я юзал программы в старых интерфейсах. Max уже был 3DS Max, и он так не сильно поменялся с тех пор. То есть, все то же самое. Я помню, был 3D Studio. Но я уже Max поставил. То есть, я уже не заставил. Вот, потом, что там, soft image, ну, soft image. Soft image уже был новый, то есть, это не soft image 3D был, это уже этот. XI версия была, XSI, вот, он уже тоже с блатным интерфейсом был, он не поменялся с тех пор. То есть, ты недостаточно старт. Недостаточно. Blander, 2,79, ну, это более-менее человеческий вид он уже имел, когда я в него пришел. Ну, да, Blander же, он такой, он как будто бы не сильно поменялся, вот, начиная с 2,8, и сейчас, что, 3,5 последнее, и он как будто бы примерно такой. 2,79 была немножко такая, более, более дикая, вот, но были, были еще более дикие версии. Но я тогда был еще это. Может, можно какой-нибудь Combustion старый поднять. Вот, запустить. Я помню, я помню какой-то ZBrush старый, вот, прям, прям совсем древний, я когда ты его открывал, что-то рисовал, там, два с половиной рисования, вот это вот, два с половиной до рисования было, какой-то. Мы там даже еще ничего не лепили, но мы там рисовали вот этими кистями. Вот, он еще, собственно, как, как этот, как, как ZBrush, что еще не состоялся, а я помню, да, вот эти времена дикие, прикольно было. Ну, вот, знаешь, я сейчас открыл урок по блендеру 2,5, типа, он какого года, 12-го года, 11 лет назад, и я вот тыкаю по нему, и как будто бы интерфейс не особо поменялся. Ну, он, типа, чуть-чуть другой, серенький такой, а в целом, вот, я сейчас скину в чат просто, чтобы человек, ну, и как будто бы блендер, он каким был, таким и остался. Вот, там, даже по превьюшке можно понять, ну, только понятно, что он сейчас чуть-чуть моднее смотрится. Это 2,79 версия, они уже его переписали, то есть, был какой-то момент. Нет, вот это 2,5, это очень старый. 2,79 – это последняя версия, а они такие же были, то есть, то есть, они из 2,8, 2,8 было из смены интерфейса, вот, а 2,79 еще была старая. Это я, я в такой в него пришел, а там, говорят, была прям совсем такая, это, страшная версия, не для слабонервных, там, для самых таких, отбитых блендерастов. Ну, мне кажется, что самый уродливый софт, который я видел, ну, и тыкал вживую, это этот UV, блин, UV, как он называется? UV layout, UV layout, да, UV layout, это просто жуть какая-то. Ну, кстати, вбиваешь первую версию блендера, как она выглядит, и это уже интересно выглядит, уже, little bit retro. Я слышал, там этот рассказывал основатель, Тонна Розендаль, что они его в какой-то момент переписали целиком, то есть, он там какой-то был прям, первые версии, они взяли, его полностью код перелопатили, вот, и он стал очень быстрый, легкий, маленький. Дистрибутив у него встал, вот, я думаю, что у него уже с тех пор интерфейс был такой этот, который более-менее человеческий. Ну, ладно, это все. Ну, в общем, если что, я нашел туториал, как установить, туториал 2020 года, как установить блендер 1.0. Идеально. Нам нужен кто-то, кто шарит в блендере 1.0, либо кто шарит в нынешнем блендере и готов на эксперимент. Поплеваться, да, публично. Да, пообщаться на стриме, поплеваться, посмеяться, поугарать. Ну, это интересно. Как представителя блендера можете звать, да? Ну, тогда, welcome. Блин, у нас сегодня киновечер, у нас в Апартах есть кинозал, такой небольшой, на 10 человек. Мы его забукали, и сегодня у нас киновечер, мы смотрим с ребятами, и у нас причем больше народу, чем, кажется, может, этот зал поместить. Будем сегодня смотреть фильм «Ведьма» большой толпой. Будем рассказывать о фильме, смотреть фильм. И очень нравится идея просто собираться друзьями, смотреть кино. Это вот последний, который, да, вышел? Это 15-го года. Это Энгерс, который я уже посмотрел «Бэрис Тейджи». Что-нибудь перед началом порассказываем. Вообще кайф. Вдохновлен. Я слышал, что он прям понимал перед этим фильмом все записи о ведьмах, существующих. Я как бы эту тему эту люблю. А, я же чего мне рассказал-то? И в этой теме я не включил, я же магией занимался. То есть я прям черно-белой магией занимался, да. А ну-ка. Это можно. Это интересно. Тема ведьмы. Теперь все сходится. Такой с этого мы начнем. Дайте, я помню этот, нашел сериал «Салем». О, боже, это вообще было блаженство какое-то. Там против ведьм «Салем», «Салемских» американских. Это было как-то. Жесткий такой сериалчик, конечно. И там говорят тоже, тоже они прям поднимали все эти записи про ведьм. Все какие-то документацию, все. Какой магией ты занимался, что это, в каком плане нам? Да, знаете, как это случилось. Жил я еще в Братске. У меня родители ездили в Новосибирск. Там жила одна из моих бабушки. Я рассказывал, там одна у меня в деревне Алтайчик. Жила другая в Новосибирске. Вот, и с Новосибирска привезли мне такие эти, заказывал там родственник нашей книги «Белая магия». Там такая Степанова была, такая очень крутая, в те времена популярная. Набирала обороты, вот, Наталья Степанова. У нее там много чего было. Там гадания какие-то были. И такие три книжечки «Белая магия» привезли. И я посмотрел, как увидел там, и там, знаете, такие эти заклинания, чтобы остановить человека, чтобы человек не пришел там. Ну, представляете, там, я начитал с этих заклинаний. Я бы пользовался, я бы пользовался, серьезно, со всем моим скептицизмом, я бы пользовался. Слушайте, как я пользовался, я приходил в школу, я однажды это, мы ненавидели, ненавидели английский язык, там у нас такая преподавательница такая была, ну, да, и там надо было встать на правое колено, упереться правым кулаком в пол и прочитать какое-то заклинание. И представляете, это, училка не пришла, там просто вообще все в экстазе были. Вот, ну, в общем, весело, весело было. О, у тебя отвалилась камера. Так, можно без заклинаний дальше, пожалуйста. Даже не началось. Только вы говорили про черномагию, камера отвалилась. Это еще не самый веселый момент, в общем, ну, я там, читал заклинания, потом начали появляться, ничего же не было, это какие-то, какие-то прям 90-е были еще. Начали первые, первые книги появляться. То есть, сейчас придешь, там, что только нету, там и Вуду, там и Ведьма, там, я там подписан на группу ВКонтакте, там, какие-то книги, эзотерические дни. Боже, сколько там это, какая-то, какой-то математический, какие-то математический оккультизм, такой-сякой, там, вообще, что только нету. И ты такой, ну, раз это основано на математике, точно имеет под собой фундамент твердый, неоспоримый. Короче, самое веселое из всего этого увлечения было, и это было кульминацией моей. Ну, то есть, я гадал, там, какие-то карты, там, что-то с друзьями, ну, какие-то, не знаю, девятые классы, что ли, были. Самое последнее, это я посмотрел фильм «Повелитель кукол». Был такой фильм «Повелитель кукол», несколько частей, вот. И там смысл такой, что, в общем, были куклы, кукольник создал их, создал специальную какую-то жидкость из шприца, вдавливаешь и оживляешь их. Вот. И мы что-то так вдохновились оживить куклу. В общем, я сделал такую куклу. Был фильм в те времена, «Чернокнижник» назывался. Вот. И я по его образу сделал такую куклу. Я из детства любил всякие эти создания, там, солдатиков всех этих. Вот. И с моим другом мы начали ее оживлять. Ну, это был день, конечно, мы их ночью-ночью, это заочковали бы. Вот. Закрыли, там, шторы все задернули. Вот. Разложил там свечи, все горит, там, какую-то жидкость налил. Вот. Начал там читать какие-то заклинания из этой, рандомные, из какой-то техники по оккультизму. Вот. И, представляете, я беру вот так вот, на сплавный, пламенем свечи накаляю иголку, ну, и она там расширяется когда-то, ну, видимо, вскипела вода в иголке и как бы немножко брызнула. Ну, до этого я там уже там, поэтому повдавливал там в разные части тела, это якобы заговоренную жидкость. Вот. И, представляете, в этот момент, то есть, закрыты были шторы, все, никакого, никакого сквозняка, ничего. То есть, мы куклы этой не касались, она вот так лежит, это такого размера она была. У нее там подвижные части тела из проволоки сделаны. И она, представляете, у нее в одной руке крюк, и она вот так вот берет и крюком вот так вот дергает. Причем мы с другом даже переглянуться не успели. Он вот так вот с такими колодоратными глазами падает, короче. Я шторы открываю, свечи тушусь, и думаю, так, что-то мне вот это всего не надо. Вот. Затушили свечи, решили больше этим не заниматься. Вот. Разбежались, на этом все закончилось. Ну, потом там какие-то начались какие-то неприятности семьи. В общем, я потом на белую магию переключился. А вот, нам уже это завязал с этим делом. Интересно. Прикольно. Повеселились немножко. Звучит. Скажи, может, можно было это развить и как использовать? Не знаю. В универе наверняка можно было экзамены попроще сдавать. Ну, нужно знать. Знаете, вот как бы я изучаю веды, и тут у нас очень сильная тема реинкарнации разворачивается. Ну, как бы она в буддизме, знаете, там тоже вот эта вся восточная тема, она, в принципе, на реинкарнации основана. А можешь кратко рассказать, что такое веды немножко? Ну, есть веды в России, в России, как бы русскоговорящие, там, русскоговорящие, там, украинцы, они знают веды русские. То есть, русские там, на Руси были веды, там, вот эти вот там всякие, которые дохристианские были. Боги всякие, всякие эти веды, там, ну, кто они там, господи, назовите, Перун. Какие языческие боги. Языческие боги, да, Перун, вот это все, что до христианства было, это было ведическое знание. Они, ну, естественно, мы изучаем индийские, то есть, здесь как бы своя тема, вот, но они имеют какие-то параллели. То есть, там есть, ну, там, допустим, здесь Кришна, там крышень был. В общем, там прям параллели вот этих всех богов, индийских и древнерусских. То есть, там прям серьезно проводится параллель. Ну, естественно, закон реинкарнации. Говорят, закон реинкарнации, он был до какой-то степени, до какого-то времени он был даже в христианстве. Вот, особенно в этом портодоксальном, как бы в таком там, он присутствовал. Потом, как будто бы это оказалось невыгодно, и его немножко выпилили из новых редакций Библии. Он поэт, поэтому, как бы людям это не положено. Про патчили. Знать, да, про патчили для безопасности, чтобы спали спокойно. Ну, не у всех, не во всех регионах. Ну, да, может быть, еще остались. Ну, и вот я к тому, что если опираться на закон реинкарнации, есть такая тема, что как будто бы, когда живое существо умирает, оно меняет тело, допустим, в другое человеческое тело переходит, и все вот эти наработки, которые были у него в прошлой жизни, они тоже с ним переходят вместе. То есть, при родах, естественно, при рождении у него стирается память, там, как бы, ведоописывают вот это состояние живого существа, там, в утробе он еще до какого-то момента помнит свои прошлые жизни, потом, когда он проходит муки рождения, он, как бы, у него стирается память. И... Теперь я точно уверен, что это у меня первая жизнь, потому что ни хрена, по-моему, в прошлой жизни либо не умел, либо не делал, либо ее не было. Ну, с нами переходят вот эти старые наши вкусы какие-то, там, кому-то там, какие-то люди нравятся кому-то там, кому-то азиатки нравятся, например, там, парням каким-то, кому-то там еще кто-то, ну, в прошлых жизней, значит, были там в каких-то других регионах кому-то, кому-то какие-то, какой-то род деятельности нравится, тяготеет прям с самого детства. И вот я к чему начал это рассказывать, что какие-то вещи, они могут быть отработаны в прошлой жизни. Вот у меня жена, например, она рисовала прям с самого детства, там, прям маслом картины писала, там, вообще прям так круто, там, выставки устраивают. Сейчас вообще просто отрезала все напрочь в какой-то момент, то есть она закончила институт, мой институт заканчивая институтами. Вот закончил и все отрезало, вот. А у меня, наоборот, была эзотерика, то есть до определенного момента я там всякие вот это изучал, вот такие науки, всякие оккультисты, там, магии, все это интересно было, а потом раз и отрезало, то есть прям школу закончил, все. И это у меня осталось, как вкус к этому остался, но как бы заниматься этим я не хочу, то есть ее, наоборот, поинтересно потерялся. Да, ее, нет, я потерял к этому практически, то есть я не стал практически извлекать какую-то из этого пользу, то есть гадать что-то еще, что-то, какие-то предсказания, вот. Но мне хочется это в творчестве, то есть в творчестве я, наоборот, начал это все, то есть у меня там это и ведьмы, там, и все вот эти фильмы я очень люблю, там, про колдовство, про магию, там, вот. Ну, именно в плане творчества. А ее, наоборот, там, на эзотерику сейчас потянуло, она там каналы всякие создает, там, таро и всякое такое. Так что вот бывает такое, что в какой-то момент у тебя раз в жизни отработан, и все, и ты уже как бы немножко этим позанимался и раз переключился прям серьезно на совершенно иную тему. Такое бывает тоже в жизни человека. Так, ну что, давайте, есть тут какая-то... Да, а напомни, пожалуйста, ты, мы точно остановились в прошлый раз на какой-то твоей истории с отельным бизнесом, и мы точно остановились на том, как ты хотел рассказать о том, как разочаровался в людях. И я помню, что именно с этого момента я хотел начать в следующий раз. Ну, знаете, я немножко завидую так прям, ну, в хорошем смысле этого слова, такой прям белой завистью тем людям, которые, знаете, вот, ему лет 20, а он уже там какой-то мастер татуировки, признанный там в своем каком-то регионе, там, в какой-то местности, который там взял в 16 лет, там, бросил школу, например, и пошел татухи бить, и там, за 4-5 лет, зная точно, чего хочет, это ключевой момент. Ну, развился как профессионал, и уже там лет в 25 состоявшийся мастер. Это, конечно, круто, я очень восхищаюсь такими людьми, у которых есть такой фокус, меня же просто металла, куда только не металла, там, и спортом, и такими, сяким пытался заниматься, и, ну, в какой-то момент, там, все равно, конечно, придерживался творческой, ну, сами знаете, в творческой нашей теме там бесконечное множество всяких, всяких разных, там, даже 3D, если взять, вот, там, куча всяких разных департаментов, подразделений и направлений, вот. Ну, и в какой-то момент, пару, пару было моментов в моей жизни, когда меня прямо творчество, ну, я решил попробовать себя в чем-то ином, первый раз это был как-то сетевой маркетингом, дура, дурацкий какой-то эксперимент, я работал еще в мэрии, но решил, решил попробовать себя, то есть тоже что-то я творчество подзабросил, все, что-то пододаело мне вся эта архитектура, и все эти рисования, вот, тоже ничего не получилось, вернулся я обратно, и потом, мы тоже с женой постоянно искали альтернативные источники заработка, и, в общем, нашли какие-то курсы, как можно сделать из, там, какой-то квартиры, из квартиры можно мини-отель сделать, и сдавать эти комнаты, ну, как, ну, посуточно, вот, и, вроде как, вроде как можно, там, жутко обогатиться, ну, в общем, получилось у нас там взять ипотеку, взяли мы четырехкомнатную квартиру, переделали мы ее под, 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 то есть, каждая комната, ну, еще и кухня была, получается, пять номеров было, ну, жена у меня дизайнер, она там все, все круто разрисовала, все сделали, там, ну, конечно, тяжко было, вот, там, все эти объявления раздавать надо было, человека у нас не было, кто бы за этим отелем присматривал, мне приходилось заселять, выселять, там, мыть за ними, господи, это вообще, а это еще времена без, до airbnb, это не все, все уже было, букинг, да, все, букинг был, да, просто говоришь, объявления раздавать, ну, я имею в виду, что давали объявления на все эти, на букинге размещали там себя, и где-то еще там какие-то, еще там островки какие-то были еще, сайты, ну, тяжко было, потом, когда нашли мы человека, который бы там заселял, выселял, ну, в общем, ну, знаете, я просто, с тех пор, я, единственный вывод могу из всего этого сделать, ну, сами понимаете, люди для чего, снимали эти номера в основном там это, вот, для этой, ночь провести там, и после этого там убираться на забот со всеми, в кровати ломали, там, вообще жать, конечно, была, вот, бухие были, однажды был такой, такой момент, я там, я там заселяю, завожу людей, а там, перед этим заехала парочка бухие в хлам оба, и только дверь закрылась, я, они прямо начали все это делать, вот, я людей вот так вот веду по коридору, они там уже упражняются, со всеми саундэффектами, вообще, конечно, все, я год этим позанимался, продал это все, и все, решил, ну, я понял, что я просто конченый художник, и ссоваться куда-то, никаких больше оффлайн-бизнесов, только онлайн, вообще никаких этих, все, только компьютер, интернет, и все. Ну вот, спроси меня, мне кажется, это очень крутой опыт, даже если тебе не понравилось, но как будто бы, по крайней мере, мне обычно не то, что нравится, мне кажется, такой полезным весьма экспириенс, это расширить свой кругозор в плане того, что посмотреть, узнать, какие люди бывают, может быть, ты что-то видел до этого, что-то не видел до этого, ну, натренировать свою нейронку на людей, с которыми ты обычно не пересекаешься. Я, по крайней мере, свои возможности ощутил, что, ну, знаете, я-то горжусь тем периодом, что я провернул такую вещь, я там ходил в ЖЭУ договариваться, это все незаконно было вообще, просто все незаконно, там, там я это, еще говорю, в моем доме жил этот управляющий этого дома, главный по дому, и он это пришел, так посчитал там, количество унитазов, сколько я, в каждом, в каждой комнате был свой санузел, представляете, я по подвалу все это провел, это был первый этаж, да, я только хотел спросить, а куда они уходили, по первому этажу все эти трубы провели по подвалу, там, я договорился, то есть там, там капец вообще, сейчас как вспомнил, все это провернуть удалось, ну, этим можно было заниматься, это даже узаконить как-то можно было, но это, понимаете, к этому должна быть какая-то склонность. Был ли это в плюсе по итогу? Что, в плюсе? Ну, в плюсе. У меня в какой-то момент кредитов было на 80 тысяч, то есть я 80 тысяч должен был рублей выплачивать ежемесячно, по кредитам, по кредиткам, по ипотеке, вот, и мне приходилось, ну, хотя бы вот 80 тысяч, чтобы в ноль выйти, мне приходилось зарабатывать, ну, в какие-то времена, в летние, там даже 100-120 выходило в месяц, ну, это все, это такая работа, что это, конечно, сильно напряженно и, в общем, неприятно мне. То есть ты не золотую жилу не открыл для себя? Пришлось возвращаться. Если бы это было сильно прибыльно, неприятно, но прибыльно, как бы ты на... Знаете, деньги меня не мотивируют, то есть эту тему можно тоже отдельно развернуть, вот есть люди, я с некоторыми людьми общался, ну, хорошие, уважаемые мною люди, вот, но они в какой-то момент говорят такую фразу, от которой меня немножечко так подколбашивает, они говорят, то есть, ну, звучала в какой-то момент такая фраза, что, ну, я ничего не делаю, за что не платят деньги, вот, ну, я не знаю, я как художник, ну, не могу с этой фразой согласиться, то есть так может сказать какой-то бизнесмен, но художник так не должен говорить, то есть это, как бы, не его природа. Интересно, что, как бы, в ведической культуре, ну, в индийской, как бы, есть четыре класса людей, ну, может быть, где-то даже слышали, даже в школе, мне кажется, разбирали эти классы, то есть первый это класс шудры, рабочие, ремесленники, назовем их так, потом второй это идет торговцы, вайши, третий это идут кшатри или администратор, администрация, можно их назвать, воины, воины, администраторы, вот, и четвертый это браманы, ученые, вот, и получается, что вообще очень важно в жизни себя найти, где ты в каком месте находишься, вот, очень плохо, когда человек, например, не имея задатков к торговле, например, начинает там что-то пытаться продать, а на самом деле он какой-нибудь шудра или там какой-нибудь там этот кшатри, или там просто работяга, например, пошел продавать что-то, и он, соответственно, будет себя вести как работяга, у нас здесь есть продавец в Индии, вот, у него есть магазин, он держит магазин, и я смотрю на него, я понимаю, что он просто прирожденный торговец, то есть он прирожденный вайши, я вижу, как он с покупателями общается, я вижу, как он с деньгами, как он с этой энергией, то есть деньги, это энергия, то есть у нас в ведической культуре, как считается, что деньги-то Лакшми. Лакшми это супруга Господа Вишну. То есть она олицетворение процветания. То есть я вижу, что он как бы с этой энергией правильно общается. То есть я вижу, как вот с клиентами, насколько он их уважает. Я вижу, как к нему деньги идут, как к нему контакты. То есть он знает, кому можно простить долг. Он знает, кому можно дать долг. Он видит с кем. То есть у него очень наметанный глаз. И это как бы ващья от Бога. То есть он понял свою природу. И здесь надо тоже понять. Я понимаю, что я шудра. То есть я просто ремесленник и поэтому я никогда не полезу в торговлю я никогда не полезу там какие-то эти я работал в мэрии знаете как я работал мэрия просто там рисовал как визуалки делаю я совершенно какие-то приходит какой-то человек начинает рассказывать политическую какую-то ситуацию что-то происходит какие-то выборы это вообще не интересно я недавно начал смотреть слышал фильм известный с кевином space карточный домик а вот там что он какой-то как какой-то там конгрессмен какой-то помогает выиграть своему там этому знакомому президентских выборах я там еще понять не смог то есть там там какие-то термины какие-то законопроекты то есть таска я выключу я обожаю кевина space это мы робин райт пен я ничего понять не могу лишь я не смог посмотреть то есть надо быть человеком таким я 4 юриста не поступил когда я жил еще братский до переезда новосибирск у нас там не было институт у нас было один институт всего был юрист это тогда была такая профессия вообще-то человеком будешь если будешь юристом зарабатывать как-то будешь ну слава богу помним мы такое это типа юрист и экономист для для очень угол бухгалтер пронесло конечно потому что юрист юрист это уже это уже брама то есть это последний класс уже то есть это ученые то есть они даже считают что такое бром ты должен книжки читать утра до вечера языки учить книжки читать и я тарзан и тарзана erro verschiedenen прочитал в пятом классе одну книгу в год на я читаю сейчас совсем совсем нет нет отплатума то есть надо надо быть ученым то есть у меня вдруг здесь есть уолш он постоянно учится вообще постоянно построй имеется веду книги, изучает какие-то науки. То есть, он юрист еще по образованию. Поэтому здесь просто надо найти свою природу и не обманывать себя. И в зависимости от своей природы искать уже деятельность и преподавание там не знаю что. Так что, как-то так. Единственный вывод из всего этого гостиничной канители, что ты должен заниматься своим делом. Все, я больше от творчества никуда. Как-то так. Все равно крутой опыт, мне кажется. Ну, конечно. Мне иногда нравится такой короткий вброс какого-то необычного опыта в своей жизни. Мы целый год занимались этим маркетингом. Я целую кучу книжек перелопатил. Там всякие эти Карнеги, там всякие классные книги. Там Стивен Кови, там 7 правил высокоэффективных людей. То есть, я научился менеджментом заниматься. Научился там Брайан Трейси. Там куча всяких. Научился цели ставить. То есть, это мне все посетить и пригождается. Классно, классные вещи. Конечно, с людьми пообщался с какими-то, которые на этой волне. Да, но и все равно срабатывает, что если ты в какую-то другую область погружаешься, тебе зачастую не нужно много лет, чтобы досконально узнать, как это все работает. Зачастую ты, когда уже даже на несколько месяцев погрузишься, ты уже в целом понимаешь, как это работает. Да, конечно. Как-то я слишком общими словами говорю. Мне кажется, что такие штуки, ну вот как там с отельным бизнесом, с чем угодно еще, тебе, например, помогли понять, что на самом деле твое. Ну что вот ты на самом деле художник, и что от этого уходить как будто бы такой, ну в целом можно, но зачем? Если мое, это вот там пиксели делать красивые. Конечно. То есть не говорится, не обязательно, что вот эти вот классы, которые я перечислил. То есть они есть в нашем обществе, как бы как ни крути, то есть они сразу выделяются. Вот как вот люди попадают на непитаемый остров, они раз сразу поделились на классы. То есть будет класс работников, которые ремесленники, они сразу начнут что-то мастерить, что-то создавать. Сразу проявится класс торговцев, они начнут там это, что-то продавать. Вот. Класс администраторов, которые начнут управлять там людьми, и класс каких-то ученых, которые начнут к аккумулировать знания все то есть эти классы они всегда проявятся в обществе естественно из исходя из природы человека поэтому до разобраться и двигаться не обманывать себя то у нас планом есть какой у нас смотрите вступление очень долго и 30 30 минут мы разговаривать дома много уже дюжи в принципе я хотел интересный момент рассказать или лес из 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 того этого институтского периода как сайт render.ru когда появились я просто вот эти впечатления то есть для меня для меня как бы наш этот разговор это все бы такие творческие ход споты которые происходили в жизни такие яркие впечатления переломные моменты которые так или иначе корректировали маршрут и направляли меня вот я помню очень сильное впечатление было это компьютеров еще не было дома интернета не было не компьютер уже был интернет еще не было вот еще не провели даже даже модемного вот но были вот эти вот компьютерные салоны вот приходишь в интернет-кафе а вот и мы нашли сайт render.ru я даже не помню как мы с другом пришли это первый первый курс института наверное был вот и там на этот сайт render.ru и боже там первые работы были там там такая жесть была вообще там ну и сейчас наверно если вот она мне казалось что это просто просто какой-то что-то невероятное я помню сильно такое впечатление меня прям еще раз я убедился в том что я хочу с этим связать свою жизнь с этим с трехмерами меня влекло возможность создать собственный мир какой-то собственный мир и вот поделиться этим с людьми чтобы они тоже как-то погрузились этого все проникли с и render.ru до сих пор хорошо выглядит он на него заходишь прям такой приятный дайджест который с картинками яркими прям с темами интересными приятного и на него почитать так я вот его зашел он хороший хороший и там чтобы попасть в эту галерею то вообще это в любую галерею попасть в разы проще чем на рендеру я помню в какой-то момент вот такой такой жесткий отбор там так там тебя затролят я помню выдал выложил работу и написал что я девушку сделал в да студию боже меня там чуть просто просто не сожгли на костре вообще за за да студию что ты и как и как я мог не сказать об этом заранее меня мою работу тут же поместили в раздел не это каких-то и в этот work in progress сразу меня поместились сказали ну да студию эта программа где ты не с нуля делаешь а где такую ты берешь болвану что там настраивать помните позер сначала позер появился а потом уже до студии до студии как сейчас сейчас эволюционировал позер позер куда ты исчез вот она студию как бы сейчас эволюционирует наверно то же самое что что сейчас ты бы из нейронки кинул картинку все да 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 и нарисовал срач срач идет часто нейрон кантажет коснемся ну вот я помню конечно сильное впечатление было на рендеру здорово это было мы там есть кстати слушайте нас смотрите на рендеру да 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 вроде вроде появлялись мне приводит уже вконтакте ваше ваше подкаст о класс тем временем я нашел страницу где есть на официальном сайте блендера можно скачать все версии блендер в принципе начиная с версии 10 заканчивая вот 35 и все мы у нас уже есть план значит я потерялся я буду рассказывать дальше если если это то есть давай то есть я еду по списку спокойно вы меня перебивайте тогда и значит дальше тут у меня софт и муж . ру но я рассказывал что вот собрались собрались ребята наши наши русскоговорящие и создали сайт софт и муж . ру вот он прям про где не знаю может быть несколько лет назад его только закрыли когда уже все там все все разошлись него но вот выросли мы на нем с брательником вот сидели говоря это был типа форум это был форум новости там были разные вот и мы на нем воспитывались вот я забыл еще сказать о таком таком моменте это не помню что это было это было уже после после института закончил я уже работал работал даже уже женился а вот как-то 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 пошел я на курсы не игрового кино то есть одна из моих преподавательница решила она училась училась где-то на на это в москве но не крови документально но его его не называют документальным фильмом она называется не не игровое вот потому что документальность а тоже может могут быть игровые там знаете bbc там эти фильмы делают там постановочные всякие вот эти вот там рыцари там носятся там всякие эти реконструкции они делают то есть а это не игровое кино то есть имеется ввиду что как бы ты снимаешь какую-то документалистику такую прошли мы этот курс там разные преподаватели приходили и в конце этого курса был была дипломная работа дипломная работа самое интересное что к концу нашей дипломной работы должен был пройти фестиваль на который мы могли выставку местного сибирский фестиваль ничего серьезного но тем не менее все равно для нас какой-то такой челлендж был вот и я сделал фильм про своего друга он есть на моем youtube канале я могу потом сбросить интересный фильм а вот 100 лет 100 лет ему же называется фильм к истокам вот про моего друга который это был это было накануне там какого-то очередного кризиса вот он пытался уехать из города в деревню то есть он искал дом в деревне готовился к кризису что у нас там все апокалипсис будет там что зомби апокалипсис что все там взорвутся там ядерное ядерное будет это у него там это тайны заговора были всякие вот и я про него снимал фильм документально слушайте классно так получилось я пересматриваю его у меня камеры не было ничего не было я там у нашей знакомой там взял камеру какую-то там 720 там какая-то там какой-то какой-то пал писал какие-то какие-то друзья друзья мои это знакомые сделали музыку для этого фильма так душевно у нас ссылка на этот фильм будет у нас в описании да без проблем да смотрите конечно интересно классная и якобы это и работает так хорошие в хорошем смысле горжусь прикольно получилось душевно вот он по он победил на этом фестивале то есть я первое место занял круто такой обладатель обладатель премии новосибирского первое место за игровой игровой фильм у нас же в этом мы с 8 снимали клип года полтора назад ну мы вот отправляли куда-то вообще на все фестивали которые в принципе могли быть и один из них был какой-то максимально нелепый блин я забыл его название даже маленькая ремарка мы на мы отыскивали нормальные фестивали интересные и на них сами отправляли но параллельно мы решили посотрудничать с агентством которое отсылает на фестивали и они за год своей работы очень странно свою работу провели и взяли нам две фестивальные награды одну какую-то под тольятти другой набережные челны из набережных челнов какая-нибудь не знаю какой-то кинофестиваль из набережных челнов там на которые два с половиной человека приходит к этому словно в этом фестиваль радуга мы там лондон париж берлин лос-анджелес они набережные челны это было очень смешно не все года городах богема очень даже развида там они очень нам смешные грамоты еще прислали вот прям реально как до привык кашкорде грамоте знаешь вот такой вот нам прислали такой цифровую е и даже в инстаграм постил гордость я больше дальше дальше твой режиссерский опыт никуда не пошел ну вот кроме этого фильма ну я больше фильмы такие не стал делать я все-таки понял что моя тема я я не люблю работать с живыми людьми то есть как как как-то с живыми людьми у меня это то есть якобы нормально следила же все такое нет 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 врагов когда есть и друзья но но работать живыми людьми вот этот человеческий фактор меня он немножко обескураживает я просто такой художник я вот эту тему тоже как коснусь мне хочется все делать самому и особенно сейчас ну давайте коснемся этой темы этих этих нейросетей дурацких которые уже заполонили все вокруг то есть у меня этот то есть кость костя я буду его приводить пример потому что он как бы он там за них прям топит по по полной программе там да 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 а я трехмерщик прям такой то есть я прям я прям из из такого этого из художников-задротов которые хотят все делать сами все своими руками там нет недавно даже пришла в голову что почему я беру substance пейнтерские текстуры меня подписка есть там выкачал уже там половина этой базы они рисовать ли мне их самому в клип studio paint у меня стилизованный такой стиль поэтому это допустимо то есть понятно что с реализмом если свяжешься то там никуда не денешься это уже мега скансы все такое вот но вот мультяшный стиль это тема интересна там ты можешь что-то свое делать я просто слышал недавно такой такое высказывание александр додорогов кажется наш аниматор российский который уже давно уехал в штаты и в disney работает вот он он преподает онлайн курсы очень крутые какие-то совершенно один одни из самых дорогих русскоязычных курсов онлайн вот и была встреча недавно на каком-то фестивале он онлайн выступал перед аудитории вот и он сказал такую штуку он говорит что если вы хотите делать что-то классное вы должны делать это все своими руками то есть вы должны полностью полностью погружаться в это и вот это ответ на вопрос как бы что такое нейросети вот даже есть такая есть такой пример вот у меня там последний ролик делал девушку там сидит такая девушка топ-top less сразу вас это нам раздеться и японцы триггер девушка топ-less это тоже интересно то есть она сидит перед перед катаной и у нее там это она сначала неподвижная у нее там и у него волосы должны развиваться вот я просто помню пока хонтас как у нее волосы по лицу вот так вот они все все вот так вот красиво как он glenkin рисовал эти волосы по кадру господи это так красиво было это так здорово было там значит ли не под музыку эти волосы развивались и и как я мучаюсь этой с этим симуляцией ветра чтобы он тот потул правильным образом чтобы как-то вот это более-менее получить картинку который в голове все равно же представляешь как это должно быть и чтобы получить то что нужно ну знать получаешь все равно какой-то компромисс когда ты отдаешь это все на волю каких-то просчетов там пусть это симуляция там еще что-то когда ты на какой-то рандом все равно опираешься все равно ты не получишь результата такого как которого который получают те художники которые рисуют интересный момент такой вот когда начали появляться вот эти нейросети начали программы их внедрять там сейчас все все там кому не лень начать начинают их на фотошоп там внедрил там еще что то есть такая программка clip studio paint она мимикрировала из манга studio была такая художественная программка ее кажется купили японцы не знаю кто манга studio сделал была ли она японская в те времена в общем они купили эту программу и сделали из нее clip studio paint то есть она японская если я не ошибаюсь вот и там в ней в нем авгу рисуют японцы есть а и есть вот этот clip studio paint и в какой-то момент решили туда создатели впихнуть эй ой в общем тоже что там какие-то генерации были там японские японцы мангаки они по не подняли восстание они сказали если если нет если вы это сделать вообще мы вас там проклянем отпишемся от вас там все подписки отменим и все и они стали вставлять туда искусственный интеллект то что манга рисуется руками то есть ком на компе на копе понятно что и на компе что-то вот и до сих пор они рисуют к этими тушью и и перьями перьями там вот это на бумаге это как определение стилистики то есть понятно ты то что это рисуется тушью и руками не похоже ли это на отрицание какого-то технологического прогресса то есть ты же тоже в какой-то момент зашел в художку освоился с инструментами с которыми ты работаешь и взял их как условную базу которую ты используешь то есть на тот момент ты не думал что ага вот этот инструмент это не канон а вот этот канон ты просто учил то что что было представлено и что хорошо работало что было прогрессивно на тот момент а сейчас не похоже ли это на то что вот сейчас появляются новые инструменты непонятно сейчас бум и я это определенно и часть из этого перегиб часть из этого может хорошо использоваться вот вопрос том не похоже ли это на то что так так можно вообще превратиться в как-то называется ребята которые пользуются технологиями только вот механики тракторами амиши в амиши да 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 так можно по их превратиться ну здесь или тебе здесь здесь тонкий момент надо надо понимать есть естественно да здесь я кстати патентую словосочетание цифровой амиши хорошо амиши этого никогда не узнают потому что они у них нет интернета все нормально прогресс но мы постоянно с брательником тоже тоже дискутер мы не спорим на эту тему и как мы мы с ним принципе принципе как-то душа в душу мы находим всегда общий язык опасных тем не касаемся которые на которые у нас есть разные взгляды вот но на эту тему постоянно дискутируем то есть как как вот использовать этот и ай вот тут вот он пришел там вот художники там восстали что там их работы воруют ну я не вижу ничего в этом новые другие художники также воруют воруют их работы то есть садятся явно когда приступаю к какой-то работе я курилев там полностью заполняют там этими референсами и все равно я опираюсь на них так или иначе вот поэтому как бы насколько насколько этот прогресс ну да считать мы на калькулятора стали вы не застали на уже времена когда я еще видел магазинах счет и вот эти вот которые костяшки эти тысяч тысяч у нас на садиках были эти счеты там для мелкой моторики мы там чуть ли не на садиках еще считать на счетах пробовали но я так ну но мы мы не настолько молоды мы не настолько молоды мы видели счет я магазинах и даже даже да я даже умею на них считать я не освоил так что ну естественно калькулятор стала стала легче здесь же надо вот этот понимать вот этот момент я же говорил вам что есть классы то есть есть торговцы они всегда будут то есть торговцы это те которые зарабатывают деньги деньги зарабатывают надо легко и быстро поэтому они будут максимально привлекать все высокие технологии для того чтобы вы сейчас меня друг рассказал у него есть какой-то какая-то какая-то типография типография и он просто уволил всех своих сотрудников и с помощью с помощью ай ай полностью верстает книги делает картинки для них и раньше то что работало дело делалось несколькими людьми месяц сейчас он делает за неделю в одного красота же но он преследует такую цель если бы его цель была делать штучные экземпляры красивые авторские он бы так не сделал если есть цель как-то сэкономить поставить на поток и сделать количество интересный фильм интересный фильм такой для него это работает как-то смотрел вам письмо с том хэнкс с томом хэнксом и мэграин вот и там такой интересный момент то есть мэграин она у нее есть свой маленький книжный магазин и там продаются очень дорогие такие знаете редкие чуть ли не штучные какие-то фолианты вот он бизнесмен крупный там наследство тоже там от отца ему досталась сеть каких-то книжных магазинов то есть и он строит огромный магазин рядом вот она маленький у нее маленькая лавочка такая по продаже таких аутентичных старых книжек на приходе детишки они там читают какие-то вечера проводят такие эти ламповые такие стили гарри поттера какого-то вот этот интересный момент из там деньги и там эти книжки ты большим потоком выпускается дешевые там по 20 долларов и у нее там книги там папа сотню долларов там сотни сотни долларов и как бы здесь вроде история а там как бы прогресс вот и как найти вот эту грань и она во всем так то есть бизнесмен всегда будет хотеть чтобы было проще что было динамичнее его вся вот это вот романтика вся вот эта вот художественной штучность она его не волнует вот а художник он всегда будет стараться как бы сделать что-то авторское у нас есть сибирский такой этот очень крутой режиссер театральный афанасьев вот и он сказал как-то запомнил его фразу он сказал что все хорошее делается долго и трудно но человек знает что у него своя школа у него там свои ученики очень крутые постановки делает легенда театрального этого бомонда так сказать вот и я задумался над этим и стал стал замечать что вещи в которые человек вкладывает какие-то усилия и иногда сверхусилия они цепляют гораздо больше чем что-то такое знаете сгенерированные что-то такое быстрое что-то такое безликая да у не рассидеть той же тоже получается неплохо я подписан на многие аккаунты девиант арт в отличие от этого того же арт-стейшн а там просто просто вообще засели зайдите на девиант арт там все 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 увидите то я так давно не был на этом сайт зайдите зайдите там там все в нейросетях там вообще все 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 полностью они там все умеют делать уже там же и цензуры нет там и все насмотритесь вот как нейросети уже прорабатывают все детали вот поэтому такой вопрос знаете сложные здесь надо понимать какое ты место хочешь занять естественно если ты сейчас будешь пытаться состязаться там пытаться попасть в какую-то контору конкурировать там с какими-то себе подобными там концепта артистами разумеется да ты должен осваивать все эти инструменты то должен там быть в ногу со времени смотреть там чем там джама джурабаев какие новые фишки сейчас применяет в своих созданиях своих концептов ну такие вот вещи надо постоянно мониторить то есть в зависимости от того в какой-то среде то есть если это жесткая конкурентная среда разумеется это должен самые топовые инструменты и за самые там и и и и ай там я в ярдом и и ар и все на свете вот для того чтобы быть просто быстро зарабатывать тот же motion design достаточно агрессивная среда то есть большая конкуренция там сейчас это как это кто-то сказал что средний возраст motion дизайнера уже там до 19 9 13 9 10 лет уже это нормально кстати кстати у меня у меня здесь начальник мой он американец он он это синьку использует мы купили здесь лицензию он все тут по-американски делает вот и меня иногда подзывает скажет почему самые крутые уроки по синьке на русском языке я нахожу какой-нибудь урок а он на русском языке прошу там иногда жена у него жена жена русская гтг прошу жену иногда переводить уроки это говорит о том что может motion design это все-таки это русская русскоговорящая тут реклама закрывает это больше всего вольницы или чего как этом самая хорошая школа а синими ой да и и и видео смайл есть надо вольница есть и счет да вот ты сказал про перри рифа я подумал у тебя есть какие-нибудь художники которыми ты вдохновляешься вот на постоянной основе то есть иных подписан и каждую новую работу которую ты их видишь такого офигеть там что-нибудь крутое у них ты увидел и но не то что ты это хочешь повторить там а просто ну как как какой-то поезд вдохновения на постоянной основе слушайте ну из современных их сейчас стало настолько настолько бесконечное количество то есть я даже сейчас вот так вот имен конкретных назвать не могу ну так найду конечно по посоветую покидаю там референсы но вот я могу сказать кто меня в разные времена вдохновлял то есть я сильно этим валиджи или в олеха как его называет борис 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 валиджи которые живопись рисовала фантастическую тонете женщин мужчин там этих накачанных перекачанных смачных это было круто конечно я помню начали появляться магазинах эти календари с его этими картинками вот я купил это борис валиджи вообще это просто просто чудо какое-то было ну он конечно не превзойденный мастер то как он прорабатывает то как он это рендери свои поделки конечно классно он окно акрилом полностью до сих пор если это акрила и какого никакого этого диджитал арта то есть все полностью потом еще меня художник вдохновил иан маккейк иан маккейк он знаменит тем что он разрабатывал дизайны для звездных войн начиная с призрачной угрозы этот эпизод эпизод 1 призрачная угроза потом что там атака клона клона было да и третья не помню как называлась то есть он он разрабатывал все костюмы до для принцессы амидалы для натали портман которая играла вот ну крутой очень художник он знаете тоже интересный такой момент он рисует руками то есть он скетчи скетчи просто просто божественно он так рисует там вообще там в реализме в такой прям класса как они причем размашистая техника прямо от меня на ложится вот и он пробует время от времени диджитал арт рисовать вот и так так получается неуклюже вот людей которые рисуют и руками и диджитал одинаково круто очень очень редко встретишь надо же руку набивать это же как как в любом в любом занятии ты можешь сколько угодно смотреть это и быть насмотренным но чтобы сделать это тебе все равно нужно нужен какой-то скилл именно руками отработано даже даже не то что три нейронки значит не признаешь даже нет не то чтобы я сейчас я же скажу про нейронки то есть у них у них будет вместо у нейронок определенная то сейчас сейчас завершим эту тему то есть я про то что вот как бы есть художники которые будут стараться все максимально руками а есть предприниматели у которых у которых как бы есть вот это как быть сердце предпринимательская жилка это это хорошо то есть это неплохо это не хорошо как бы это вот так вот есть то есть то есть такой человек я сказал что надо просто разобраться кто кто ты если ты художник с точки зрения с жилкой предпринимательства ну это только плюс будет и умеешь ты сумеешь себя продать если ты художники не умеешь себя продать давайте я просто сейчас никто не узнает вот и будешь там рисовать себе стол там где-нибудь в челябинске сидеть в каком-нибудь и никто о тебе никогда не узнает о тебе не в сетях не будет то есть сейчас надо конечно эти вещи все как-то потихонечку подтягивать осваивать все это прекрасно знают поэтому нейронки нейронки они тут например жена у меня ведет youtube канал вот ей надо обложки делать для своих роликов прекрасно для нейронок это просто просто божественно вот я смотрю что делает этот мир джорни в миджорни то как он арман арман яхин своим заем это да 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 вот блин классно прямо прям классно у него просто еще художественный вкус есть вот это не просто так это делается у меня он коллега честно работе это играется с этим не так то просто это все это где-то и обучать надо где-то и все равно какой-то у тебя должен быть вкус чтобы хотя бы отбирать красивой работы определенный все равно требуется художественный скилл поэтому говорю что для таких вещей вот я для себя вот я для себя вот думаю если я занимаюсь трехмерка делают то что это то что я делаю там какие-то ролики анимации вот допустим как бы я в какой-то момент понял что мне нужна нейронка допустим мне нужно сделать там какой-нибудь night city и надо кучу рекламы сделать куча там рекламных баннеров рекламных ну вот как минимум да для этого чтобы упростить упростить себе рутинную работу потому что я например помню какой-то период своей жизни когда в основном только в after effect работал и я прям какое-то время отрицал какие-то надстройки плагины я писал свои скрипты но не любил пользоваться какими-то другими упрощалками которые можно поставить сверху и упростить свою работу мне нравилось тоже вытачивать все вот этой руками сделаю зато вот с душой с любовью и не по пресетом но в какой-то момент не то чтобы я там прозрел или еще чё просто для себя конкретно для меня я понял что ну блин я прямо вот там где не нужно тратить время я его трачу и и силы свои трачу ладно время там если бы она бесконечное все такое пока я делаю кучу рутинной работы я бы мог ее наоборот пустить на то чтобы вытачивал действительно важные детали здесь здесь вот именно вот это вот это твое понимание то что то о чем ты говоришь то есть ты видишь ты просто опять говоришь о том что ты честный сам собой то есть ты вот это проговорил внутри себя и ты решил ты принял решение и ты не колебаясь как бы двинулся дальше вот и это и это надо решить потому что тот кто решил так как ты говоришь он прав и тот кто решил нет я буду делать все руками вот это все и он тоже прав по-своему понимаешь и в его его продукт будет твой продукт будет такой а его будет продукт вот такой вот я не отдает они по-своему будут классные вот я например знаю канал то есть я буду рассказывать к чему я двигаюсь вот двигался все эти годы сейчас так они наконец-то как бы это начал этим заниматься вот созрел я нашел канал называется dead sound недавно маленьком своему сынку это двух с половиной летнему он любит динозавров вот и нашел какой-то ролик про динозавров выключаем вот и думаю о так интересно так красиво сделано в общем там трехмерный трехмерные такая такие динозавры они ходят там какие-то истории маленькие где-то коротенькие ролики по 5 по 5 по 7 минут максимум небольшие там 3 3 3 5 минут вот и там в конце ролика такой здравствуйте по-английски там я такой-то такой такой-то там дэвид такой-то я живу там там то вот я создаю свои ролики подписывайтесь на мой патреон интересно вот и зашел короче на него канал у него почти что миллионник почти что миллионник то есть в этой сфере куда я собрался двигаться него миллионный канал то есть он что делает то есть он придумывает ролик какой-то вот он полностью там настолько задротска погружается в него он прям он прям рисуется рисует раскадровки рисуют там персонажей всех он показывает весь этот процесс вот он в шотландии живет и как бы показывает весь процесс когда он делает ролики про динозавров он всех динозавров лепит раскрашивает их всех все это показывает то есть он живет за счет этого также мы поговорили она говорит но он с такого канала он примерно 10 не менее десяти тысяч долларов имеет месяц то есть если у тебя канал миллионник и большое количество просмотра и неважно что он делает представляете то есть он вот этим своим процессом вот этим своим задротством он все рисует в блендере он все делает всю эту кухню показывает как он это все вот все полностью рассказывает как он создает эти ролики это залипательные людей то есть это это классно оказалось все и и он занимается только этим в какой-то момент говорит я просто перешел целиком на full time только только этим каналом живет супер то есть вот такой да я согласен что можно быть вне вот этого потока индустрии вне каких-то трендовых штук и и и и делать клевые вещи авторские автор авторские вещи то есть я на этом на этом как бы делаю упор то есть как бы есть есть такие люди которые что-то такое интересные придумают то есть минимум на им надо надо вот так и так и всяк это вот еще еще момент когда бы не рассетка могла бы пригодиться делаешь какой-то интерьер дома и тебе надо кучу картин сгенерит ну или ты пойдешь будешь кучу денег платить на на этом на шатерстоке какой-нибудь и тебе 5 а потом все равно за задницу схватят скажут что-то ты что-то ты одну лицензию проплатил а ты уже в трех проектах в этом знаете я я не люблю с этим связываться вот а тут пошел на генерил там это мне в стиле там этого айвазовского то же самое мы вот недавно да делали клип и там вот саша может ты помнишь вот это была коробка в которой там группа корну словно играла это была просто зеленая хромакейная коробка и нужно было просто под стиль ей сделать красивую текстуру в тематику видео очищенную по авторским правам естественно это можно было искать коллажить но это проще было просто сгенерировать хороший запрос и и и получить сразу текстуру для нее красиво еще и выбрать потому что даже когда ты коллажишь если это узкая тематика это не всегда можешь выбрать на из чего выбирать из чего этот коллаж собирать потому что ты опираешься все равно из того материала который ты найдешь то есть ты не всегда можешь себе там 10 футажей купить и все что тебе нравится потому что часто и бюджет там ограничены и и все вот это вот вот в таких случаях конечно нейронка тоже может выручать потому что делает очищенный от копирайта контент по твоему запросу можно сказать что относительно бесплатно потому что подписка довольно недорогая ну классные вещи я зашел на девиантар то есть нашел художника если интересно могу про сейчас неподалеку у него все у него 700 работ практически около около 700 700 работ и они все абсолютно в едином стиле вы просто посмотрите на это я я был реально в шоке то есть такой человек он может обслуживать как иллюстратор как книжный иллюстратор не знаю порядка десяти просто издательских каких-то домов сейчас я вам брошу и и красиво очень залипательно прям классно стильно вот в таком стиле помню в какой-то я я не очень любил такие иллюстрации но в каком в таком стиле рисовала ну определенное количество художников посмотрите как красота какая вообще я я если честно в шоке было от этой стилистики они все классные они прям он прям он прям прокачал свою не россии под определенный стиль вот и все вот в этом стиле делает но потрясно просто потрясно вообще такого человека нанимаешь и все и за три копейки за три минуты делают вообще потрясающе совершенно это результаты выдают ну вот кстати тот ну да это тоже ведь в копилочку нейросетей опять же абсолютно ты правильно говоришь что ну то есть я полностью согласен что тебе не нужно осваивать там новые инструменты если ты художник и видишь вот то как ты делаешь свою работу с другой стороны это ведь становится индустриальным стандартом и если ты например с любовью режешь те же маски например или что-то угодно медленно с любовью ты можешь это хорошо делать но если уже стандарт такой что ты маски можешь условно как в каком-то виде резать нейронкой просто пикнув на объекты она сама определяет это и условно не то что даже сокращает твое время на работу полностью за тебя эту работу делает тоже как будто бы поточная индустрия которая довольно большая объемная она все равно выберет она пойдет в сторону упрощение ускорение удешевления этой работы тут уже плюс именно пользоваться именно этими инструментами да вот 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 вы вот вы же видите постоянно сталкиваемся вот с этой вот индустрия промышленность вот эти вот вещи как-то потоковые вот да это я только вот эту точку зрения имею я понимаю что художник всегда останется художником ты можешь себе видеть до любой пути ты можешь быть крутым как бы ты это не делал то есть каким то есть то есть мой мой путь он такой путь путь одиночки пусть художника одиночки то есть я готов делиться со своими наработками с огромной колик той сени какой-то мне маргинал ничего то есть я готов с большим количеством людей но я даже коллабору ацени с кем не хочу то есть настолько потому что я блин знаю как делать вот и доказывать что я прав я и хочу то с кем-то бодаться участвовал в каком-то проекте я не могу то есть кто-то начинает говорить что начинает меня поправлять но я не могу ну понимаете у у человека уже тоже там ну мы изучаем там всякие эзотерические вещи у нее есть гороскоп то есть там уже популярна эта тема знаете там можно пойти там к астрологу там к второму третьему и там сделать натальную карту и тебе там расскажут там что тебе по жизни чем заниматься лучше вот у меня в гороскопе стоит что то есть у меня такой знак зодиака вот который 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 знает все как делать в определенной сфере какой-то вот он знает и и и и мы ничего не нужно объяснять когда мы учились в институте вот у нас было несколько студенты всегда делились на два типа везде всегда те которым надо детально объяснять что нужно делать а есть студенты которые просто дашь направление и они фигачат вот то есть и мне надо разжевывать а некоторые в ступоре то есть пока их вот так вот этими рамочками не не обложишь со всеми и и и так аккуратненько будешь толкать и за ручку там вести проверять как у них все то есть тогда они будут идти хороших хорошо будет идти двигаться вот а некоторые на рамки напрягают то есть некоторым надо просто безграничные там они ты вот такие вот он выдают такие эти вот ну як я был где-то всегда посерединке то есть мне нужны были определенные рамки вот чтобы я начал движение а потом как бы я уже мог мог понять куда двигаться то есть я не был никогда сумасшедшим этим создателем вот я восхищаюсь такими людьми которые совершенно какие-то безумные безумные вещи создают такие на которых потом нейросети учатся то есть кто-то должен создавать вещи на которые будут учиться нейросети то есть эти художники то есть если ставить вопрос ребром заменит ли нейросети но тех же художников давайте как бы не будем не будем лезть другие сферы я их не знаю просто заменят ли нейросети художников они за ними нет начинающих художников и медов то есть крутанов как они рисовали так и не будут рисовать как они рисовали там руками так они будут рисовать как они лепили там как они там digital art там то есть никто их не заметит то есть на них сидний расить и будут обучаться они они всегда будут 1 1 3 востребов名ем поэтому здесь медов и начинающее делать нечего сейчас вообще в художественной сфере то есть если ты не чувствуешь тебе таланту который ты разобьешь в обозримом будущем несусь сюда вообще мидов тоже многих заменят которые просто там делают то что сейчас уже мегаскан мегаскан и всякие делают которые там просто при приходит с телефоном там вокруг это объект обходит ты сидел в месяц и две тысячи долларов получил за это или там тысячи долларов или вот человек это с телефоном сделать за пять минут и не хуже что можно там ставить этот куда-то в какую-то игру я знаю что там кучу кучу мегасканов использовали дэд стрэндинг ну да фотограмметрия охренительная же технология конечно но я я не приемлю то есть я я руками фото грамметрия уже же начинает отсасывать у этого у нерфа нерв как это правильно произносится какая-то супер я про нее что-то смотрел даже короче это не фотограмметрия на фотограмметрия по сути то есть она создает в итоге красивые трехмерные модели с текстурами сразу на ее фишка в том что каким-то там магическим способом она не запекает цвет свет то есть у тебя отдельно есть свет отдельно у тебя есть альбедо все все у тебя отдельно и ты потом можешь это все крутить я вообще не представляю как это работает я посмотрел какой-то там полтора часа послушал подкаст разработчиков ни хера не понял только ну ладно есть такая штука вот но вот тут интересно ты сказал про это же все мы говорим про там реализм какой-то но реализма же мало в кино но я имею ввиду провод если мегаскан говорить там или что-то такое еще мегаскан там в этом до страдинг там одни горы вокруг пустые ну блин красивые пустые горы сейчас сделать это не такая большая наука что-то сказать и уже про ту же в копилку фотограмметрии что например если для тебя как художника это инструмент ну там условно по каким-то определением неприемлемый или неинтересный то я вот работаю на площадке и для меня это просто необходимый инструмент если я могу сразу с площадки очень быстро получить модель локации использовать ее в постпродакшен смотрите смотрите я вам я вам просто приведу пример чтобы понимать о чем мы говорим мы просто говорим немножко разных вещах то есть та сфера в которой я работаю не мы не спорим мы просто пытались да да то есть если ты работаешь в сфере реализма то это просто глупо сейчас никто не пойдет модель и деревья как мы это как мы это модели и когда-то desire у него за моделя модели раковины и там стиральные машины это вот эта гифка гигде двигают ты что с той то есть вы делали не было вообще ничего начал заниматься дизайном интерьером эти визуалка интерьеров ничего не было вообще не кастрюль ничего вообще сейчас уже я не знаю ju не знаю что там можно делать то есть Сейчас эти работы по визуалке интерьера, ну, не знаю, ну, чем ты можешь сейчас похвастаться здесь, с чем? Ну, разве что дизайном, то есть просто профессия как… Ну, наверное, только остается хвастаться только дизайном, потому что вся техническая часть, типа, ты Unreal можешь, ну, вот именно вот эту часть там выставлять, как все, не знаю, но в Unreal, если вообще с нуля, то, ну, за месяц ты можешь его выучить, чтобы там все понять, как расставлять и как ставить свет. И все, и тут уже дальше только твое творчество, как именно дизайнеры интерьеров, и все. Это раньше, о, смотри, там, помню, мне там товарищ позвал меня, смотри, этот диван я моделил целый месяц, мы такие, вау, нифига, ты все шовчики промоделил, ну, ты просто бог моделинга вообще. То есть бог моделинга были так, были тогда такие эти, такие были должности. То есть сейчас, сейчас, это, какой смысл? Вот, но я вам приведу другой пример, как бы, о чем, о чем я говорю, когда все-таки надо взять и что-то сделать своими руками. Мы делали здесь уже в Индии с моим коллегой для фулл дома контент, фильм, вот, и там девушка должна была плыть на лодке, вот, и должна была лодка быть. То есть у меня в голове эта лодка сидит, я знаю, как она должна выглядеть, вот. А он, как бы, он такой, он больше предприниматель, то есть не менее художник, больше предприниматель. Хотя мы, как бы, работали там примерно одно и то же делали, но вот, как бы, он всегда там, так, давай, наймем там, давай, давай, так купим, давай, то есть, так, такой-то. Вот. Он говорит, да вот, смотри, я сейчас зайду там на этот, на CGTrader там и найду там кучу лодок, показывают мне лодки. А они такие страшные, я не могу, я смотрю на них, и у меня прям сердце кровью обливается. Я не такую лодку представляю. Я сел и несколько дней замоделил лодку, и когда я вижу эту лодку, у меня прям, у меня прям просто вообще прям, не знаю, бабочки порхают. Вот, то есть, вот, и это произойдет с теми, кто будет видеть эту лодку, это сто процентов, потому что, ну, якобы, я знаю, что я, ну, я, я не лох в этой теме, то есть у меня насмотренность колоссальная, вот, и я, как бы, чтобы сделать эту лодку, я обложусь самыми лучшими референсы, просто с самой лучшей, то есть, мы тут коснуться должны референсы, у нас все-таки сумбурная пошла такая тема сегодня, может быть, более живая. То есть, смотрите, референсы, вот, сам этап референсов, мы тоже, как бы, с Костяном постоянно спорим, что такое референсы. То есть, некоторые говорят художники, не пользуйся референсами, они тебя могут там, это, то есть, давай, из головы там все, вот. Но референсы, это интересная такая вещь, они должны помочь тебе кристаллизовать твою идею. То есть, вот, ты имеешь какую-то идею, то есть, я хочу дом, ну, какие-то простые, давайте, примеры там, это, жизненные. То есть, я хочу интерьер какой-то, куда ты полезешь. Ты полезешь там на сайты с интерьерами, там, раньше мы там журналы покупали, там, АД, там, салон, там, или вот. Листали эти, вдохновлялись, то есть, так, и заказчики там приходили, я работал на какое-то время, там, в дизайне, в дизайне интерьеров, в визуалка ин descobrir. Заказчик приходил, так, хочу вот, как вот отсюда, это вот отсюда хочу, вот отсюда, там, потолочек такой, вот, все. То есть, когда ты начинаешь смотреть референсы, особенно, когда сложная идея, то есть, референсы тебя не уводят, они наоборот тебя приводят к твоей идеи ты начинаешь ее четко осознавать четко и видеть то что то вот это так или там человека как утащишь там какой-то нос 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 и однажды делал когда делал я я модели полубогов делаю всех вот я дизайн персонажей здесь в индии вот и однажды делал кришну ну и там его красота описано что красота у него просто там какая-то нереальная прям и я сижу и я не могу сделать ему его нос как бы все получилось красиво все классно я там цвет кожи подобрал там по описаниям как как это как это было вот и я не могу подобрать нос и прям все и прям прям вот смотрю на него все классно а нос не могу подобрать и потом читаю описание какой-то там перелопачиваю разные описания его внешности и и там написано его нос красив как у царя птиц гаруды гаруды это орел то есть нос немножко крючковатый я беру делаю крючковатый нос и все и perfect вообще прям прям сразу и такая такая сразу картинка то есть вот и вот эти вот вещи они настолько важны и посмотрите аватар почему он такой классный потому что черт подери там камерон он просто стружки снимал с художника он с них снимал стружки я знаю что там просто он достаточно требовательный мужик вот это как он получился я думаю там просто вообще там там умирали все на этом аватаре но просто вот это же не глазами по которой я уже рассказывал тогда не боль он же работал в это digital он ушел оттуда или господи слава богу закончились эти времена то есть них них работ их работ их рабочий день 12 часов стандартно рабочий день 12 часов переработки овертаймы это вообще вообще это просто просто норма то он ушел сейчас уехал в австралию в брисбан и работает рекламе просто жизни радуется денег больше времени больше стало поэтому ну опыт конечно получил колоссальный то есть вот эти вот вещи то есть еще раз чтобы сделать что-то хорошее но надо надо поэтому помучиться то есть ну в хорошем смысле этого слова то есть надо погрузиться погрузиться надо надо это порожить прожить и через себя пропустить тогда это будет цеплять тогда это будет работать то есть я я абсолютно даст в этом с тобой согласен вот ты тоже упоминал что ты пытался с кем-то коллабиться и когда кто-то тебе поправлял и говорил как тебе нужно делать твою работу и тебе это было неприятно мне кажется это тоже очень важно найти правильных людей на правильные задачи потому что если тебе нужна какая-то условная потоковая задача которая всем понятно как решается там ты можешь давать советы как это сделать но если ты ищешь уникального художника со своим стилем то мне кажется не надо ему говорить как ему реализовывать свою задачу если ты его нашел ты посмотрел его работы о это тот кто мне нужен ну все да ему задача не не учи его делать его работу да я я с тобой здесь полностью согласен есть фильм маяк есть 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 marvel то есть marvel это это продукт тысячи там тысячи людей там сотен тысяч людей вот естественно дизайн такой же усредненный все такое аккуратненько все такое осторожненько и вот есть авторские кино маяк кому-то заходит кому-то не заходит там кто-то плюется кто-то кто-то руку плескает вот то есть это авторское кино авторский стиль а вот то есть и знаете интересный момент что на авторские вещи на уникальные вещи на них никогда спрос не упадет еще больше сейчас возрастет когда сейчас соцсети начнут это глянцы вот эти вот картиночки однотипные фигачить хотя потому что ты их сразу сейчас вычисляешь ты для тебя если первые для тебя еще были о ничего себе сейчас у тебя уже глаз уже спустя год или сколько они там существуют ты уже натренирован различать это и не не радоваться этому условно радоваться радоваться надо все равно уметь то есть знаете знаете что такое радость правда тоже я бы я бы поговорил здесь тоже у нас но я между тебя не удивляет уже не так удивляет смотрите как бы радость вот этот вот этот интересный ради чего мы работаем мы с работаем в сфере визуальных искусств во-первых это хорошая новость то что мы оставимся при деле всегда то есть людям всегда две вещи были нужны во все времена это зрелище и хлеб то есть мы работаем в сфере зрелищ вот когда у людей набитые животы они идут смотреть театр они идут там это шапито там приезжает там еще что-то цирку родцев приехал вот то есть если компьютеры все как бы это будет апокалипсис не будет электричество мы пойдем там цирку родцев делать там не знаю там либо сами выступать будем как это как актеры то есть ну так или иначе мы работаем в сфере искусств я там пойду квесты делать там пугать людей вот то есть мы работаем в этой сфере и это классно то есть мы и наш наш наша задача изучать вот эти триггеры почему люди интересуются почему они плачут почему ты анализируешь себя почему-то сам вдохновляйся что тебя цепляет в этом фильму вау то что что за сцена что она как тебя то есть мы как профессионалы мы умеем как бы этот анализ провести какой-то вот и здесь очень важно на основе чего происходит вообще то есть самое важное в жизни в нашей жизни это впечатление вот вы сейчас призад при задумайтесь что мы в нашей жизни охотимся только за впечатлениями то есть понятно то что есть какая-то еда которая нам какие-то вкусовые дает опыты вот но мы в основном готовимся вот игорь готовишься там посмотреть со своими друзьями фильм то есть вы ждете впечатление то есть как пройдет это общение как вы там как в этом как это потом это перетриете как вы будете там общаться как после будете общаться то есть мы всегда готовимся к этим впечатлениям и мы их помним вспоминаем основываясь на них у нас есть модное слово сейчас появился иске штольк не закрытый гештальт братьев меня научил admitting меня вот и вот эти вот незакрытые гештальты они постоянно тянут то есть у меня был опыт рисования комикса опыт создания своей собственной истории мне хочется его повторить мне был опыт создания фестиваля компьютерной графики и анимации вот то есть мне очень тоже хочется повторить его как вот этих людей мы привлекли как они все и радовались как они были поглощены вот этой атмосферой создание какого-то вайба там слов там интересно есть атмосферы какой-то вот то есть впечатление и у каждого человека есть определенные впечатления и вот талантливый режиссер и талантливые story story я буду называть их story teller ами потому что вот как story teller это человек который создает какую-то историю и погружает туда людей вот потому что история это все вот история это все это человек то как только человек набила живот он пошел слушать истории смотреть слушать читать там не знаю играть вот то есть человек сразу пишет в историю там вот прошел прошел сериал там этот рол últimos два класса вас да сейчас от игра вы жены все побежали все мне играть там все-все-все стримы все-все остановилась никто видео не выкладывает все играют там эту игру и как будет это вот это желание людей создавать смотреть бежать и смотреть эти истории впечатления то есть почему сериалы сейчас стали настолько популярны потому что у них есть способность погружать человека очень глубоко что ты не успеваешь даже за три часа фильма погрузить вот поэтому сейчас пытаются создать франшизу чтобы больше и больше и больше удерживать внимание людей я кто я и это все говорю к тому что мы должны понимать что самое главное за всем стоит это эмоции люди бегают за впечатлениями все более новыми все более интересными но самое главное что надо понимать что впечатление тянутся из детства начните вспоминать там например там какие-то яркие впечатления и или например что вы сейчас любите вы поймете что вот эти вот вещи они произошли с вами в детстве там там первый раз там не знаю там встретил кого-то первый раз научился на велосипеде кататься первый раз там вот у меня например могу рассказать и я то и это все будет моем творчестве в моих работах то есть мне очень нравилось этот состояние когда ты едешь в деревне на велосипеде вот и вокруг поля вот эти на алтай этом очень много полей вот такие там там и есть там гор на алтай где горы но мы вы жили там местности где гор не было там основном такая равнина и степь и и там едешь среди этих полей и ты понимаешь что вот это вот состояние свободы вот когда ты едешь на мотоцикле, например, это тоже такое какое-то неописуемое состояние, знаете этого Макото Синкая, который это, аниме увлекаетесь? Смотрите, вот Макото Синкая, то есть, видите, он одни и те же триггеры пихает, то есть, вот эти девочки, вот этот ветер, там велосипеды какие-то, собачки там какие-то еще, там Хайоми Ядзаки там в своих мультах свои пихает какие-то вещи, наработки, все тянется с детства, то есть, вот эти, то есть, если погрузиться и понять, что нравилось людям в детстве а вот это какая-то свобода вот это какая-то вот эти вот вещи и они всегда будут цены понимаете сейчас вот это будет будет все от наращиваться вот этот будет больше и больше картинок но но суть то не поменяется людям все равно на будет хотеться погрузиться что-то вспомнить погрузиться в состоянии измененного сознания какой-то вот чем любят там люди гипноз там какие-то входи там психотропные какие-то средства которые расширяют там вот эти все границы вот это все классно если вот это все понимаешь как работает то вообще проблем не будет инструмент какой любой использую все должно быть направлен а как ты практически применяешь вот свое понимание того что все что ты изображаешь чтобы это зацепило того кто кто на это будет смотреть это все триггеры из детства как как ты вот например какую-нибудь сделанные работы как 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 ты это осознаешь и выстраиваешь путь своей работы есть какое-то такое понимание здесь вообще все очень просто то есть я я как я создаю авторские вещи авторские вещи они всегда основываются на твоих впечатлениях то есть сначала сядь и разбери со своими впечатлениями то есть у меня у меня есть так это практика я еще не рассказал об этом я просто маньяк выкачивание картинок то есть я не очень доверяю разные разным этим облачным систем типа пинтерестом вот эти вещи потом почему потому что в какой-то момент там ввели цензуру и там моя подборочка там это ход мужчины голых женщин для референсов она просто исчезла у меня вот я что-то успел спасти в какой-то момент мне недавно сейчас приходят такие раздражающие письма извините нам пришлось удалить один из ваших пинов и приходит скульптура скульптуру обычная скульптура там изображение ноги вот так вот просто с нижнего ракурса не знаю кто-то там кого-то герахл только вот азажал то ли еще что-то и там это что типа изображение эротических вещей фетиши просто представить картины скульптуры сходная снизу они это отнесли к фетишу ну ну как так и и сейчас дети детям меняют пол там с 5 лет там даже даже не дождавшись совершеннолетия и удаляет картины блин изображение ноги с фетишем как так вообще вот эти вот эти вот вещи немножко обескураживает я картинки сохраняю все то есть у меня там сложная облачная система я пользуюсь пользуюсь мегой она у меня меня синхризируется моей моя коллекция по трем компам то есть у меня маг макбук есть есть обычный комп и меня есть рабочий комп и еще облака в меди то есть и все через мега вот так вот у меня циркулирует там несколько гигабайт и естественно коллекция коллекция мега это какое-то файловое хранилище да 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 это миг мега nz это 100 старая такая система то есть мне google не позволил сделать такую вещь которую я задумал google позволяет тебе создать только папку и все туда ты должен складывать это папку тебя здесь будет лежать здесь будет лежать но это одна папка а у меня как бы своя структура и она немножко разная на всех компах вот на рабочем отдана на этом другая вот поэтому мне надо просто выделить эту папку сказать чтобы она синхронизировать с этой папкой на облаке и из облака она синхронизируется на другом копье совершенно в другом месте и это мега позволяет делать очень очень классно и поэтому я к чему рассказываю что я постоянно смотрю эти картинки мне там брат говорит то что ты возьми какую-нибудь искусственные нейросеть которые тебе рассортируются эти а у них тысячи то есть там то есть эти картинку же тысячи у меня есть несколько направлений этой истории который я собираюсь сделать там есть история такая самурайская тема мне нравится потом там будет лос-ситис типа типа там индианы джонса всякие такие египетские вещи потом там будет это то это индийское ведическое потом что-то будет и занимая ну и так далее там про ведьм будет своя тема и я по этим папочкам все 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 сортирую и когда я сортирую я эти картинки во первых во первых я выбираю лучшее то есть я и когда ты сортируешь это уже получается какой-то монтаж ты делаешь то что монтаж это когда ты выбираешь лучше лучше из своего отснятого там материал ну вы знаете вы занимаетесь там этим монтажом вот то есть то есть вы смотрите лучшее там что что получилось что не получилось все пошел процесс уже пошел анализ уже вот ты уже понимаешь как что ты хочешь получить или в процессе ты начинаешь это к этому приходить вот и все и постепенно постепенно то есть мы мы говорим о вещах авторских которые основаны на твоем вкусе и это вкус формируется он формируется из детства я жил в городе в деревне поэтому я люблю и город и деревне я люблю и кибербанк вот я люблю и фанта장이 с феями там с фавнами там с русалками то есть и и у меня в какой-то мере будет объединяться вот эти то есть там русалки будут кибер русалки будут и и там эти ккибер киберронин и там самураи ты вот это делаешь осознанно или подсознательно то есть когда ты делаешь свои работы ну конечно то конечно сердце А как подсознательно это? Не знаю, ну так, что ты просто на этом воспитан, и поэтому и используешь эти образы, но как будто бы не сильно об этом задумываясь. Либо ты наоборот, ну как-то странно прозвучит, но такой, так, я воспитался на этом, ну нет, плохой пример. Я воспитался на Икарусах, значит, я нарисую здесь Икарус. Ну ты просто это любишь и все. То есть как-то же нет такого процесса. Это же то же самое, что вот вы сейчас пойдете какой-то фильм посмотреть. И каждый из вас пойдет смотреть фильм, который ему нравится. Или там скажет, так, ну все, мне это все, это гомосятина надоело, пойду что-нибудь старенькое, посмотрю там «Танцы с волками» какой-нибудь с Каверным Костнером. Вот, где не было еще черно-белого кино, где там это, не было этих афро-русских там или ведьмак пихают там азиатов. Ну то есть вы пойдете смотреть то, что вы любите, то, что вы там в детстве, там один в детстве там одного любил смотреть, другой в детстве другое смотрел. Почему он это любил смотреть, а это еще основывается на, если берем историю, теорию реинкарнации, то есть это еще основано на ваших прошлых жизней. Почему вот вам нравится белое, а не черное, почему вам нравится вот это, почему он так, так, так нравится. Вот, то есть сложные вещи и, конечно, то, что я делаю, то, что делает там художник, оно нравится не всем. Кто-то скажет, да фу, да ты вообще гомофоб, вообще так нельзя. Ну вот оставишь ли ты задачу себе именно понравиться, не то, что понравиться всем, но понравиться какой-то вот категории людей и именно сознательно подобрать какие-то образы, чтобы, ага, вот здесь я поставлю так, чтобы, чтобы проассоциировалось вот с тем-то, тем-то, тем-то и люди, которые вот знают эту тему, они это поймут. Вот как-то ты так делаешь? Ну, это будет зависеть уже от, это еще, вот опять возвращаемся к этому, это будет зависеть от того, насколько ты ваще, насколько ты торговец. То есть, если ты торговец, то ты будешь, ты начнешь подстраиваться по аудитории, ты там начнешь изучать. Но включаешь ли ты в себе такого, да, манипулятора? Ну, да, 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 то есть ты будешь так, так, ага, сейчас вот ЛГБТ популярно, там туда все, надо включить обязательно персонажей, вот таких-то, таких-то надо, чтобы это, ну, понравиться же надо аудитории. Они же сейчас, сейчас же, сейчас же, слышите, да, время от времени, что там, что там кого-то отменяют, там, что он что-то сказал, там, Джоанн Роллинг, там, все ее. Либо зная, это понравится противоположная аудитория, естественно, к примеру. Это все, это ваш характер уже, то есть это ваш характер, то есть, либо ты, либо ты кремень и гнешь свою линию, ну, да, у тебя, тогда у тебя небольшая аудитория, но это люди, которые, ну, они твои, то есть они, они настоящие. Вот у меня сейчас, например, дилемма, все-таки мне для русских вещать, ну, для русскоговорящих вещать или пойти поучить английский и начать вещать на английском, вот. И у меня приходит сразу ответ, ну, как ты будешь вещать, на каком английском ты будешь, на американском, на английском английском, на индийском английском или на сингапурском английском, на каком ты будешь английском, я имею в виду менталитет. Сейчас вот я там начал смотреть сериал «Друзья» на английском, брат мне уже кучу раз советовал, то есть это американский английский, там юмор, и причем юмор тех времен, слышали, да, что сейчас сериал «Друзья» уже отменить пытаются за то, что он там и гомофобный, и там никаких ни негров нет, ничего, ну то есть дичь, конечно. Ответ очевидный, то есть ты должен прозвучать так, чтобы тебя услышали люди, которые тебя поняли. То есть если ты хочешь рассказывать историю, как ты в хрущевках, в панельках воспитывался, ну разве поймут тебя где-нибудь там в Африке или еще где-то, естественно, это поймут те, кто жили в этих панельках, хрущевках, там еще кто-то жил такой же жизнью, вот, соответственно, это… — Ну, тут вопрос, например, похожая тема была популярна, когда вышел Левиафан Звягинцев, это там какой-то 14-й год, 15-й. Про него много говорили, ну в том числе и сам там режиссер, и роднянский продюсер. Почему он стал популярным во всех странах? Ну там он, на самом деле, и этот «Глобус» выиграл, и был номинирован на «Оскар», и что-то еще. И в целом там в Европе, где-то в Мексике и везде он был достаточно популярным для русского, достаточно нишевого фильма такого. И там был главный пойнт в том, что, типа, история, которая там рассказывается, она важнее, а уже окружающий мир, который там показан, то есть там просто какой-то мурманская область, крайний север, разваленные дома, водка и все такое. Но если это заменить, там, условно заменить водку на текилу, а крайний север заменить на край Мексики какой-то, то такая же история может произойти и там. И тут как будто бы за именно визуальную часть, ну вот которая там, как ты сказал, за атмосферу отвечает и там про хрущевки и все такое, она не то что вторична, но она ну и исключительно вспомогательна, если ты на самом деле хочешь рассказать историю, а не что-то визуальное показать. Ну да, здесь очень важно именно, что конкретно тебя впечатляет. То есть он погрузился, он попытался рассказать, ну я сам фильм не видел, я примерно понимаю, о чем там фильм, видел трейлер, отрывки из него. Конечно, у него здесь упор идет на описание страстей. Ну, собственно, как во всем произведениях, то есть все великие русские произведения их знают во всем мире. То есть там Достоевского и Толстого там, и все их читали, и все, естественно, их признают. Как мы и Чарльза Диккенса знаем, там основные какие-то произведения, там и всех известных как бы этих зарубежных для нас авторов. Вот, потому что, ну собственно, собственно, вечные темы, вечные темы. Антураж меняется, я вот этот поклонник этого франшизы Yellowstone. Ну что там, собственно, это те же самые страсти. Там на лошадях ездили, потом на машинах, потом пришел там этот, пришел новый, новый этот, промышленная революция пришла. Ну как бы все, все то же самое будет, все только будет быстрее. И как бы все те же люди хотят любовь, там, любви, там, спокойствия, там, не знаю, там, защищать свое это. Ну, у нас есть интересный такой момент, ну как бы это, как бы вся вся ведическая, ведическая как бы эта наука, она описывает жизнь человека по четырем принципам. То есть, живое существо, оно, ну как бы такое, самое простое живое существо, там, животное, вот, еда, сон, секс, оборона. То есть, четыре принципа, на которых держится, как бы, жизнь живого существа, любого, ну, более-менее такого разумного. Вот, понятно, что там не инфузории, там туфельки всякие, не муравьи, а вот, ну, какие-то более-менее такие эти, млекопитающие, скажем так. И все, и как бы вокруг этого все, все крутится, вот, ну, есть как бы высокие вещи, то есть, там, самоосознание, там, желание, там, самоактуализация, там, когда начинается, там, пирамида Масла такая интересная вещь, она, она такая, всегда, всегда для всех была разная, меняется со временами, вот, ну, как бы, тем не менее, если ты крутишься вот в этих, во всех вещах, вот, ну, например, там, слышали, да, про Атаку Титанов, этот, аниме? Конечно. Вот, ну, там, что взялся, там взялся самый, то есть, есть, мне как-то недавно рассказали, что у истории всего есть три сценария. Первое, это война, потом есть путешествия, еще какой-то, не помню, то есть, война, война и путешествия, то есть, любовь, любовь, это же что-нибудь про любовь. Любовь, любовь, это тоже война, то есть, любовь, она тоже, как, как часть войны, как какое-то противостояние, как какая-то борьба, вот, то есть, война и путешествия, и, да, всего два, и, и, например, почему Гарри Поттер такой популярный, там есть и война и путешествия, вот, то есть, если, если твой, твой проект, он закрывает две эти темы, это какой-то русский наш, не помню, какой-то известный сейчас, очень популярный на ютубе, наш культуролог, литературовед, рассказывает эти вещи, хочу его послушать, он классно рассказывает, и, и вот это, и вот эти два триггера, вот, например, ну, понятно, что любовь у нас, как бы, любовь, секс, они вышли, как бы, в отдельный триггер сейчас, они там это тоже, тоже, как бы, на себя оттягивают, вот, и, например, если взять атаку титанов, то есть, там берется триггер опасность, опасность и война, противостояние, и он просто в абсолют возводится, то есть, он в такой абсолют возводится, что просто невозможно оторваться, там, вот, у меня брат никогда не смотрел аниме, я говорю, посмотри, атаку титанов, просто несколько, он начал первый эпизод, там, сразу пять эпизодов просмотрелся, все, и до конца, конечно, все, и сейчас фанаты уже, там, этот, четвертый эпизод смотрели все вместе, последнюю серию, вот, ну, классно, потому что, потому что, японцы изгаляются, я читал про мангак, так, вот, они истории свои, то есть, там, то есть, там, они прям маньячат, вот, я читал историю, Наринда Рукаш, записали статью про создателя, Наруто, автора, вот, то есть, он неудачником был, он прям был конкретным неудачником, то есть, это была история неудачника, он не умел ни рисовать, ни писать сценарии, но он видел себя, как великим мангакой, и, и там был такой интересный факт, я почему о нем начал говорить, что он в какой-то момент бросил рисование, и пошел, и три года изучал, сценарное искусство, создание истории, представляете, три года изучал, просто из библиотек там не вылазил, курсы какие-то проходил, вот, и чтобы создавать интересные истории, там, если знать, как, как, как этот манго устроено, то есть, там, огромная конкуренция, там, какие-то, их быстро очень рисовать надо, естественно, мангак, он, он, как, зачастую, он еще и автор, то есть, он и сам, и сам еще и придумывает эти истории, бывает, там, коллаборации, что есть сценарист, а есть художник, вот, вот, но бывает так, что он еще и придумывать должен сам, вот, и вот эти все известные манги, как Атака Титанов, там, это, вот, они, это, это все один, и художник, и автор. Как же важно себя грамотно в чем-то убедить, чтобы выстроить свой путь, иногда кажется, ну, вот, ты говоришь про человека, который, вот, рисовал мангу, он, прям, был, там, неудачником, но, условно, вот, придумал себе, то, кем он, как он себя видит, да, убедил себя в этом. Да, 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 к истории, мне сейчас нравится одна, один, один канал, микс-шоу называется, вот, там, и там у них разные были рубрики, там, там уже, там, полтора миллиона, что ли, канал, вот, ну, у них есть популярная рубрика, называется, там, кто, как живет и сколько он зарабатывает, ну, про звезд, как правило, голливудские в основном, там, 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 конечно, и всякие просто великие люди попадаются туда, ну, в основном про звезд я смотрю, я начал с Майкой Тайсона, думаю, ну, интересно, там, как это, что-то о нем слышал, там, что он, там, там, в тюрьму загремел, там, вот, ну, и начал про него, и интересно, что я смотрю эти истории, и вот, и вот эти люди, они, они просто все, они, они маньяки, они, во-первых, видели свою цель, вот, во-вторых, они, они не щадили себя, то есть, они просто беспощадно, там, Марго Робби, казалось бы, тоже, ну, она подающая, подающая такая сейчас, значит, такая уже звезда, она все еще начинающая, в нее, там, состояние такое большое, ну, как она там пробивалась, как она это старалась, несмотря на то, что у нее такая вот внешность, как бы, это красивая, вот, то есть, работала над собой просто колоссально, Киану и Ривз, там, ну, потрясающе, то есть, они, там, их огромный какой-то труд проделан, ну, и удача тоже, конечно, удача тоже не последнее дело. Да, иногда смотришь на какой-то проделанный объем работы другим человеком и пугаешься, и никогда туда не суешься. Потому что, потому что не твоя тема, если это твоя тема, то есть, как, 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 как узнать, твоя ли это тема, тебе начинает, ты что-то видишь, что, допустим, какой-то человек. И у тебя все резонируется, да, конечно, у тебя прям внутри все тебя схватывает. Да, ах ты ж собака, да, ай, блин, это же я должен был сделать. Про историю успеха вообще сложная штука, потому что наверняка ты тоже замечал, что есть какая-то известная личность, не личность, и если она достаточно популярна, довольно много, ну, условных легенд о том, как он к этому пришел. С одной стороны, есть типы легенд про одного и того же человека, как он супертрудом это добился, с другой стороны, есть всегда легенды, как ему просто повезло, и это все налегке дается. Нет, не знакомо тебе такое? Ну, смотрите, здесь опять возвращаемся к такой важной вещи, как говорится, что когда... Я думаю, всегда правы оба, обе стороны, что и тяжкий труд, и везение. И тяжкий труд, и везение. Просто есть, я многих, несколько историй видел людей, которые, ну, прям, они вкалывали, и у них ничего не получалось. Например, они выбирают. Да, еще же есть вот такие. Да, 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 то есть они вкалывают, то есть много актеров, я сейчас уже не припомню, кто именно, вот, ну, не знаю, кто это. Поэтому и не знаем. Ой, господи. Фильм «Троя», и там Гектора играл актер, господи, он еще в «Черный дров». Просто играл, такой, такой он, не на слуху, не суперзвезда, достаточно такой, этот. Эрик Бана, Эрик Бана. То есть он, он малоизвестный такой актер, вот, он, то есть про него я посмотрел целую передачу, просто сплошные неудачи. То есть неудача, 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 хороший актер, классная внешность, там, все такое, как бы, казалось бы, вот, есть актеры, там, гораздо менее, там, как бы, ну, там, талантливые, привлекательные, там, ну, не знаю, он, он, как бы, по уровню, примерно, как, не знаю, как Кристиан Бейл. Вот, ну, как бы, ну, по внешности, знаете, ну, то есть по комплекции, по игре, по своей, по драматизму, то есть они, они похожи даже внешне. Ну, Кристиан Бейл, все мы знаем, и он, это, мультимиллионер, вот, а Эрик Бана, ну, просто, знаете, не те роли выбирал, еще что-то. Я недавно, маленький мне ролик попался на Ютубе про, в нашем детстве была, может, может, видели, этот, там, Финист Ясный Сокол, там, про какую-то Иванушку, Огонь, Вода и Медные Трубы, там, снимался актер такой, не помню, уже сейчас имя его, я его, как актер, не знал, вот, такой красивый, у него такие глаза, глаза такие голубые, там, куды такие, то есть он нескольких Иванушек сыграл в этих сказках, в наших, этих, советских. И интересна его история, то есть он вообще не собирался быть актером, вот, он как-то оказался в нужном месте в нужное время, и его заметил режиссер, предложил ему сыграть, там, в какой-то сказке, вот, ему, там, накрутили кудри, там, у него никакого таланта не было, но он просто так классно смотрелся в кадре, что он за счет этого, вот, и этот режиссер его тащил, тащил, тащил за собой, и прям, несколько лет он снимался, там, стал суперзвездой, там, слава, все такое, вот, а потом этот режиссер умер, вот, его просто выпнули с, это, просто, просто с кинобизнеса его выпнули, и все, и он спился, потерялся, короче, и потом, в общем, его там, и через какое-то время, там, уже его, там, это, что-то, избили какие-то подростки, привезли его в больницу, и он, там, в больнице скончался, вот, то есть там, и бомжевал, там, и все, все на свете, ну, печальная история, то есть, с одной стороны, как бы, у него была резкая такая удача, вот, с другой стороны, она была, как бы, это, то есть, он не талантный. Она была завязана на другом человеке, который, замена, которому не нашлось. На внешности, в общем-то, была на внешности, как бы, у него было определенное качество, но не качество актера, а качество, ну, не знаю, модели, там, был бы он, был бы модельный бизнес тогда развит, он бы моделью, например, стал бы, там, каким-то еще, то есть, там, не надо играть сильно, еще что-то, Но как актер он не мог состояться. Конкуренция была в те времена, она там жуткая. И, естественно, вот. И казалось бы, с одной стороны, вроде как бы грустно, с другой стороны, ну, то, что он как бы вспыхнул на какой-то мгновенце, ну, это была удача просто. Мы бы, может быть, вообще бы не узнали его. Может быть, он так бы тихой жизнью прожил, там на заводе проработал бы, потом бы спился бы и умер бы в пьяном угаре. Но в какой-то момент мы его узнали, там посочувствовали. Поэтому здесь очень важно, опять возвращаемся к законе карме. Почему, вот, знаете, я смотрю на индусов, и они очень спокойные. То есть у них как бы есть там хитрость какая-то, они такие хитрожопые, такие, знаете, там пытаются что-то обмануть тебя. Ну, восточные люди, они как бы обладают такой вот, куда-нибудь поедете, там в Египет, там еще куда-то в Турцию, там. Ну, как бы есть вот эта, знаете, какая-то мелочность, там они там везде обманывают, там еще что-то, вот, какие-то такие. Но есть и вот эта восточная мудрость. Которая гласит о том, что, ну, на Востоке везде признают реинкарнацию, так или иначе, в той или иной степени. А это означает, что, это означает самое главное, что дает тебе спокойствие, и как бы ты имеешь возможность принять свой удел. То есть то, что тебе выделено. Говорится, что в момент, количество денег, здоровья и день твоей смерти уже определяется в день твоего рождения. Как только ты рождаешься, уже ты можешь там, через какой-то, там, после петли где-то, можно смотреть гороскоп, и ты можешь все это посмотреть. То есть, чем тебе заниматься, когда ты умрешь. То есть ты можешь, там, знаете, какой момент, ты можешь умереть раньше. Вот, но там как бы это, будут какие-то там эти. Ну, ладно, я еще не буду улыбляться в эти вещи, все-таки мы о других моментах говорим. Ну, я вот просто пока об этом говорим, я буквально вчера для себя разгонял, что, блин, как же я, там, устал, там, или еще что-то. И было бы хорошо как-то спойлернуть себе свою жизнь, просто узнать, как все будет в итоге. Чтобы, ну, просто успокоиться и принять, вот, хорошо будет, хорошо, тогда вот не парься, что сейчас не получилось, плохо будет. Ну, все, вот так будет, просто прими и живи себе спокойно, а не в этом вот стрессе, неопределенности, когда ты не знаешь, к чему это все идет, чем это все закончится. Слушайте, ну, вообще астрология, она считается наукой. То есть, это не какая-то, знаете, там, бабка там на кофейной гуще, на какой-то погадала, там, тебе это. Вот, то есть, это считалось наукой всегда. И перед каждым, ну, то есть, в цивилизованных странах, я называю цивилизованные страны, это страны нигде, как бы это, метро 50 станций, а имеется в виду там, где культура очень развитая. Это, например, там, восточные страны, вот, там, Индия, Китай, там, не знаю, там, Турция, Япония, эти страны, где, где очень мощно развиты вот эти вот традиции и чтят, чтят свои корни. Ну, я не имею в виду там, там, этих ковбоев, индейцев, там, вот этих вот. То есть, это относительно свежей культуры, к тому же, там, ну, что такое Америка? Вот, Америка – это кучка индейцев резервации, и куча, куча, куча понаехала. Вот тебе, вот тебе из Соединённых Штатов Америки. То есть, какая там культура? У неё там, это, несколько столетий. Вот, а остальное там всё понаехали, там, германцы, там, русские, там, не знаю, там, итальянцы. Да, это всё Италия, Франция, что там, Англия, Англия, Британия, да. Поэтому, как бы, берём страны, где культура, она, то есть, у них есть цитадель, у них есть колыбель определённая, которым там, которым тысяч лет. У них в законе реинкарнации, как бы, есть вот эти вот понимания. И астрология, то есть, как бы, момент, где ты можешь посмотреть свою судьбу. Для чего посмотреть свою судьбу? Для вот таких вот вещей, о чём ты говоришь, что ты на распутии, не знаешь, чем заниматься. Более того, что родители должны понять, куда им двигать своего ребёнка. То есть, недавно жена мне рассказывала такую дичь, вот, говорит, пришла в больницу, стоят две тётушки, вот с такими пупсиками, вот такие вот, там, несколько месяцев. Она говорит, вы в какой институт поступать будете? Она такая, вообще, глаза выступила. Она такая, ну, мы такой-то, вот, у нас там связи, там, тогда всё. Представляете, вот такие пупсики вообще, там, только вот, вот только что пол у них известен, и всё вообще. Никаких, то есть, это такое невежество. Сегодня Илон Маск написал, тех врачей и родителей, которые меняют своим детям пол до совершеннолетия, надо сажать пожизненно в тюрьму. И это стопроцентная правда. То есть, я вот за такие вещи, я расписаться готов. Вот, то есть, ну, у человека нет свободы выбора. Вот, там один американский отец, помню это, просто говорит, я как в шоке был. Врач, я пришёл, привёл, говорит, своего пятилетнего, сын, или трёхлетнего, только ещё пять, до пяти лет, вот, привёл своего сына к врачу, он смотрит на него, говорит, спрашивает, ты мальчик или девочка? Он такой, отец на него смотрит, только-то, дурак вообще, или что? Ну, то есть, видно, что мальчик, вообще, в карте написано, что мальчик, а он спрашивает, ты мальчик или девочка? Он говорит, что, как я могу своего сына вообще верить ему, доверять ему сейчас? Он иногда встаёт и говорит… Да, его же воспитывать надо, его надо формировать. Понятно, что надо прислушиваться, но надо базу-то укладывать, а не пустить это сорняком расти. Так он, пример, смотрите, он говорит, иногда мой сын встаёт и говорит, я динозавр. Я говорю, я что буду, как динозавр его, что ли, растить? То есть, он говорит, он встаёт иногда утром, говорит, я динозавр, и целый день проживает, как динозавр. То есть, он, блин, идентифицирует себя, как динозавр. и простите я стараюсь не материться на этом но вот эта тема меня она она меня это накаляет то есть вот это невежество которое творится сейчас вот простите простите на западе на востоке такого нет то есть это это все было ведические времена это все было то есть были как бы там ну там ориентации были кабинете которые надо то есть это все описывается почему по карме это происходит то есть это не отработанная карпа с прошлой жизни то есть там то есть там человек жил например как как женщина но как бы ну как женщины не состоялся и в этой жизни он рождается мужском теле ему хочется быть женщиной то есть ну как бы это 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 как бы определенные кармические завязки вот эти люди они тоже как бы были там я не буду сейчас это все 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 развивать нового но как бы то что то что то что творится это но видишь как мне это видится что чем больше людей вовлечены в какой-то процесс какой-то вопрос тем больше херня в этом все может твориться потому что хочется угодить всем все хотят угодить всем никогда из этого ничего хорошего не получается потом когда это все устаканится наверное что-то какая-то золотая середина будет но вот то же самое что мы нейронки обсуждали что вот где это хорошо где это плохо и то что сейчас бум условных нейронок то это и добро и зло то же самое в любом другом вопросе в нашем социуме как как мне кажется что если все пытаются угодить всем то определенно в какой-то момент будет миллиард перегибов влево вправо я недавно слышал такое высказывание если ты если ты будешь пытаться найти в этом мире справедливости ты ты облажаешься ну типа того типа того не невозможно в этом мире нет справедливости это все про баланс нужен баланс во всем а я я к чему начал рассказывать я не закончил тему то есть то есть вот эти вот культуры у них у них астрология она считается наукой почему потому что вот как раз вот этот момент когда ты на распутье родители ты-то должен либо сам если если родители ну как бы не были воспитываться родители не буду воспитывать чем и мы это дети советских алкоголиков как и что что мы это ну так в общих чертах в бой в большей или меньшей степени вот так чертю накупили себе модных камер и теперь стремить даже copro худшие камеры для почему ноте отваливается чё напишет я не понимаю первый раз жизни такой вот первый раз два раза она отвалилась до этого ни разу никогда не отваливалась очень хочу поговорить про твою работу и про ну в смысле вот то что себе тут писал в темах про full дом про переезд а про переезд в индийскую в принципе говорим и про вяры все такое поэтому предлагаю как-нибудь подвести к концу вот этой темы которую мы сейчас обсуждаем и перейти к этому просто дико интересно и боюсь что мы можем у стать к тому моменту и как-то и раскрыть это все смотрите я самое главное хочу сказать о том что очень важно на это это все это все об одном немножко отклоняемся новости все все об одном о том что надо знать надо знать свое предназначение надо знать свое место просто зачастую люди начинают заниматься чем-то не тем Там начинает там, ну, общество наводняется недовольными людьми. То есть, в Индии люди очень довольны, потому что они знают свое место. Он знает, что вот он шудра, и вот он счастлив, он стоит там, крутит там этот тростник, тростниковый сок. Там 10 рублей, блин, стаканчик сока. 10 рублей, это эквивалент 10 рублей. Вот, и он зарабатывает, и он счастливый, он с утра до вечера его крутит. Вот, и все, все у него хорошо. То есть, ему там хватает на еду, и все, и он счастлив. то есть не пытается ничего там это вот я тогда приехал приехал там еду еду по какой домодедово прилетел только из дели иду по домодедово блин москва не регион никакой такие у всех лица вообще такие тут квадраты такие все к я думаю сейчас господи достану все пистолеты и начну шмалять друг друга и в такую вообще хожу такую просто шугаюсь я сам из братской якобы навидался там этих лиц там такой городок был тот еще в те времена но тут вообще я такой эту господи я так отвык уже таких лиц но потом потихоньку обусловился привык уже а потом когда вернулся обратно я выйдет ему господи какие ты как как я вас люблю индусы вы такие 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 тела пусть и вообще такие пацифичные такие если он там наступит на тебя случайно там извиняться говорю будет я уже говорил об этом поэтому они просто по ним принимают свой свой удел они они понимают они счастливы они они по-настоящему счастливы то есть не имея практически ничего вот то что мы там имеем там мы для них просто вообще мы приехали мы как мы как полубоги общем приехали из каких-то этих там городов где там вообще там развитая цивилизация здесь вот эти краях есть юг индии есть там какие-то мумбаи деле там там да там там мощно здесь здесь я в местах живу где сплошные деревни и там деревенские люди сюда приезжают некоторые люди здесь ни разу белого человека не видели они приезжают из деревень каких-то из таких этих привозит их сюда ну посмотреть там на храм то на это на достопримечательности местные вот и они первый раз видят белого человека не иногда однажды меня это стоит такая бабушка смотрит на меня вот так вот такими глазами там чуть ли не крестится но там по-своему не крестится как будто на привидение увидел я так это я думаю господи как бы человек то бы сейчас не помер со страха на ты меня давай они маленькие ростом еще такие вот я тоже подумал что наверное ты еще и ростом ну такой они они маленькие в этой в этой части тебя камера сейчас снизу еще снимает короче короче очень важно и вот говорит что вот это это практически совет вот кто к этому как бы нормально относятся надо пойти сделать гороскоп то есть к одному ко второму к третьему как врачу вы не можете одному до врачу довериться там 1 2 3 там врача посетить если есть какой-то недуг и потом уже сформировали довольно скептичен в этом плане и это опять же из-за того ну все мы из-за того как мы выросли это все из-за гороскопов в газетах и гороскопы mail.ru из-за всяких шоу экстрасенсов ну то есть я натренирован игнорировать эту информацию и не воспринимать ее серьезно потому что по то потому какого качества ко мне эта информация заходила вероятно мне определенно нравится вся мистицизм и магия вот всех ритуалов все все что ты описывал это все клёво вот я имею ввиду что вот я практический смысл этого для себя мне кажется игнорирую ну то есть не мне кажется я игнорирую это для себя ну вот я я как человек который с этим с этим работал у меня ничего не чувствую вообще то есть я никогда не видел там не привидение там ничего не полтергейстов ничего то есть я вижу все вот это там ролики на перебрасываем друг другу как это все происходит где-то фейк где-то там где-то похоже на правду вот но я знаю что это точно есть потому что я знаю людей которые прям описывают эти события вот эти все как это все происходит там этой вот эти тонкий план видят вот это все я знаю людей они в своем уме то есть реально в своем уме и такие достаточно такие крутые вещи это описывает поэтому слава богу что я этого не видел может быть лучше он как помните фильм шестое чувство там как начал начал видеть там этих жутко жутко было конечно не хотел бы быть на месте этого мальчика беспокойной жизни хотя привыкаешь конечно ну так или так или иначе это это работает то есть я ходил так я я уже все заканчиваю эту тему я ходил к астрологу вот и астролог мне сказал что ты будешь то есть он он мне сказал я как это меня интересовало чем заниматься по жизни потому что но времени у меня уже не так много уже какой-то бэкграунд есть и как бы новые направления какие-то выбирать уже времени времени это особо нету вот и я говорю чем не заниматься он никого рассказ накидал разные темы и сказал что ты будешь делать кино большое маленькое кино то есть он как раз этот астролог он он читал твою карту в момент рождения то есть как как-то я не буду сейчас рассказывать врать как это все работает точно точно не знаю но поставить и он меня не знаю совершенно сказал что я буду делать кино большое и маленькое это интересно то есть он не сооружил этом кондитером буду еще что-то и все темы которые мне предлагал они примерно в тех темах в которых я я и врач вращаюсь и всегда вращался так же это интересно то есть он прикольно сказал сказал сколько лет я проживу я не просил то есть он как и сам сам сколько осталось читает есть есть сколько ты проживешь это одно а какие будут последние годы как говорится только ты живешь сейчас будет влиять на последние десять лет твоей жизни с другой стороны все переродятся поэтому страдать же никто не хочет все равно или ты более-менее там жил 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 и потом быстренько как это во сне все хотят померить ладно я по я пока не забыл топ 5 твоих любимых аниме 5 хотел спросить но я взял очень не выйдет цифры цифры неважно просто любимое аниме сколько понятно что атака титанов атака титанов просто лучше я мы когда смотрели и мы досмотрели 4 сезон когда еще не вышел этот фильм сейчас и мне настолько было интересно что там что я дочитал мангу как все закончится потому что просто не мог ждать ну вот и сейчас вышел этот предпоследний выходит последний выйдет следующем году или в декабре этого вот атака титанов чаще слушайте но я поздно к этой теме пришел то есть и и уже многие многие темы мне были неинтересны то есть плачущие школьницы и конечно мне уже это не заходит вот я помню в детстве мы смотрели то есть у нас я же жил братский братский там ничего особо не было там там пару кабельных телевидений было ну и ну и там 3 целом за ними могли побить если узнаете что исключение мы могли бы избить просто это просто не знали вообще храним и то есть то есть и его не было там какая была сэйлор мун была и все у меня брат брат братцы блан братцы лармон смотрел и все но я уже не смотрю ким он и наверно я в я уже тоже наверно в кости на 10 трансформеров у нас не показывали я знаю что и показывали новосибирске там было больше больше каналов вот у нас трансформеры не показывали поэтому то тоже мимо то есть я воспитался на гисней вот первый первое аниме которое я посмотрел это был человек дьявол это был какой-то просто просто эпизодик какой-то человек дьявол там и и что-то когда женщина-птица была вот это был это был шок для меня то есть там как эти там это обнаженка кишки там вылетали там руки отрубают его очень такими глазами причем с рисовкой с такой крутой 100 старый человек дьявол это это было круто вот потом я просто на хаяо миязаки сразу и все студия гиблия миязаки я начал с унесенные призраками я услышал о том что он выходит что он там это сгреб там кучу оскаров ну и на чем начал я не всего конечно хаяо миязаки там свои всякие там почтовая служба там этой кики конечно это для меня уже это это было для меня уже не все у него смотрю пор пор короса да более-менее такой нормальный шагающий шагающий замок это холла что-то мне уже показался такой немножко это немножко мимо вот у хаяо миязаки мне нравится унесенной призраками крутой вот из последних вот я я что-то пытался начинать смотреть а у меня на работе здесь это индийский индийский парень и он такой тут сколько 20 25 как бы самый такой возраст то есть он полностью воспитался у него брат младший он он японский выучил но он в оригинале смотрит интересный момент что вы слышали о том что в штатах не очень любят аниме то есть в штатах и и ответ на это то что штаты во первых не пускают все что подряд штаты то есть у них у них очень жесткие жесткие достаточно я слышал такой этот барьер стоит для информации извне то есть и аниме в штатах не так популярно например как в россии то есть в россии очень популярны аниме просто и есть на это причина в аниме герой всегда пытается разобраться со своими демонами то есть у него у него есть внутренняя борьба и и на этом на этом держится вся русская литература вот то есть там там преступление наказания то есть заметьте что герой постоянно борется со своими внутренними демонами на западе герой всегда борется с внешними обстоятельствами то есть он не пытается решить свои проблемы он там бухает там это ну типа типа хэнкок такой нашли буха бухарик такой бухарик супергерой такой вот то есть он борется с внешними обстоятельствами а в жизни у него дерьмо полное то есть и только в общих чертах вот здесь же здесь восточная культура которая россии тяготеет вот она она больше нацелена на внутренний мир на самокопание на сама на сама к на поиске самого себя то есть вот этими вещами а задач и поэтому аниме заходит здесь она за она очень популярна в индии очень популярна в россии ну так и будет в этой в этой в этой части полушария ну так так сложилось то есть так сложилось на западе там немножко другие то есть там уже там в этом например там в европе там тоже этот бд там читают эти комиксы графические новеллы там немножко другая тема там тоже это там marvel комикс супергероика вот это вся вот то есть манга европейский комикс и и marvel то есть их можно поделить то есть я как комиксиста изучать изучал эти эти темы то есть учебе за пила веселенький был я посмотрел поржал вообще про просто 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 потрясный еще так это который я не смотрел на это который в пилу превращается в пила вырастает вообще про просто просто потрясная ничь вообще что что еще ну атака титанов да да прикольный хотя хотя под конец вот они такие интересные такие у титанов нету половых органов то есть у них нету и не дайте почему никто не рассказал я все время ждал когда вы расскажете почему нет половых органов это же как бы животное животная форма жизни животная форма жизни животная форма жизни они они просто у них у них как бы основной принцип у них размножаться простите простите сношаться вот то есть это не бы это же животное как бы это инстинкт животное самый основной почему почему у них органов нету никто ничего не объяснил как и некоторые моменты они какие-то не были до конца раскрыты они а некоторые наоборот что-то развили в какую-то странную ну я поздновато пришел в эту тему и не успел ее изучить как стремится смотрю сага сага венгланди ну ничего такой интересненький но за хороший там второй сезон почти выше раньше зондач его тоже map map и рисует которая человека беда 1 1 1 1 сезон рисовали которые первые первые эпизоды атаки титанов дело первые два сезона эти это же забыл как студия называется ну ладно неважно в общем классно я я не я я не руками ведь у них очень много эмоций то есть они вот эти вот эти вот вещи там это классно так изображает поэтому они конечно очень большую популярность имеют эмоции эмоции это это классная тема я диснея любил диснея тоже всегда было классно то есть до того как сейчас начали что-то с ним странно делать конечно прикольный а в какой-то момент же объявили все вот эти вот все хиты вот эта белоснежка вот эти все там золушка их их обвинили там диснея извинился за них они сказали извините за то что наши предки на 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 месили такого но со стриминга но со стриминга не убрали продолжает рубить на них деньги какие-то какие-то свои истории я вот понимаю что я сам недостаточно погружен видимо в в контекст чтобы как-то понимать эту проблематику но нет суть понятна я имею ввиду что вот прям чтобы отменять какое-то культурное наследие не знаю я по конечно не шарю в этом ну скоро поймешь еще чуть-чуть в штатах и где придет про работу про дом про все вот это это дико интересно как вообще ты пришел к тому что работать в этом full дом full дом это если совсем кратко огромные куполе глядя на которых проецируется что-то кино или что-то ну какой-то специально сделанный контент для него как я понимаю потому что что угодно туда нельзя проецировать вот как как ты вообще пришел к этому и почему в в индии но и вообще интересно про эту индустрию потому что я знаю вот там только такие знаешь вот как это выглядит и все насколько это развито в мире ничего и как это использует смотрите я начал работать еще в новосибирске у нас построили такой он называется большой новосибирский планетарий достаточно хороший такой классные сооружение такое по дизайну и я начал работать там начал работать удаленно еще работал мэрии и начал там там с ними подрабатывать вот там классные ребята такие в общем команда команда такая это небольшая была нас вот мы не выделали в общем контент там это все первое время было сложно ну в общем что такое что такое full дом full дом это это проекции 180 градусов то есть как бы есть 360 вот это все я типа когда ты можешь головой крутить во все стороны а это как бы срезанная часть у тебя только этот купол купол стоит и как бы он наклонен под определенным углом то есть стоят зрительские эти места вот и под определенным углом этот купол там у кого-то больше кого-то меньше этот угол ну и зрители как бы смотрят там не имеют сильной возможности там назад повернуться понятно по физиологическим возможностям ну как бы все что у тебя диапазон этот попадает это это прикольно слушайте когда я первый раз увидел мне это сильно понравилось вот погружение конечно прикольная потому что ты сидишь в большом зале у тебя нет вот этого ну проверок веру мы вернемся то есть не тут это все таки уверу сейчас нету возможности дать широкий укол обзора а тут у тебя он есть вот несмотря на то что у тебя они как бы нету пола не видишь ты это то есть вот это все что ты видишь здесь это это очень сильно впечатляет это прям это прям классно вот если контент контента хорошего очень мало очень очень мало этого контента есть full дом про контора вот они делают неплохие видосики вот у них прям у них прям хорошие есть вещи вот они пожалуй одни из самых лучших в этом направлении ну большое разрешение надо то есть надо делать большое разрешение тогда еще не было движков сейчас уже начали на движках все делать unity анриэл вот и куча куча инструментов уже появилась там земляк наш разработал неплохой инструмент для анриэл а что там стоит так это нормально что-то баксов 200 но он кого это позволяет захватывать там и и и и полностью купол и стерео делать ну для этих для очков для анриэл а достаточно быстро работает для 5 анриэл а уже сделал это на развертку делает да это а тогда этого не было еще приходилось это все рендерить я первый первые свои эти рендерил redshift а вот там помню то у костяна там как позор какое разрешение это мы делали 4k 4k это имеется ввиду то есть то есть купольная проекция это шарик то есть это прям шарик то есть это это не развертка развертки это для 360 а для купола это шарик который прям на нубу на купол проецируется частями разными проектами я 70 сильно сильно тонкости не знаю ну вот примерно так то есть там то есть от 8 от от 8 до 20 проекторов стоит в зависимости от купола я не проецирует свои разные части достаточно сложной системой откалибровать надо чтобы это все ровно было что там не был перекрестов наложение то есть довольно сложно это все делается все должно все должно быть ровно одинаково и вот есть своя специфика специфика у этого такая что ты должен делать достаточно плавные движения то есть нельзя там камеры никакой вращать иначе просто пробуются пробуются весь зал вот потому что ну очень большое восприятие такое если ты там даже просто так вот крутишь все там все просто 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 пробуются визуал то есть там нельзя там там не нельзя нельзя спины вот такие вот делать вот так вот ни в коем случае то есть все там сразу там сразу весь вестибулярный аппарат разлетается какой-то там космонавт него то есть все должно быть ровно то есть горизонт никогда не заваливать нельзя заваливать горизонт вот нельзя делать резкие движения то есть делаешь повороты какие-то плавные из кадры должны быть длинные туда от 30 секунд вот иначе просто ты не успеваешь то что у тебя много всего ты должен все это рассмотреть ну и проблема в том что ты должен много чего показывать то есть это это если это если эта сцена то ее надо насыщать если ее насыщать это ее надо там отсчитать просчитать я начинал с гудини потом я перешел на блендер потом потом перешел на ангел вот ну и так началась моя мое знакомство с реал таймом то есть от нарендерился я за свою жизнь конечно очень много всякими этим чем я только не рендерил и все с движками с этим с рендерами я я завязал все я все с меня хватит то есть были и вире и металл рей там и и мантра даже рендерил там в кудини это дичь конечно все я не раз и теперь ты знаешь сколько тебе лет оставшись да даже не хочу больше тратить время и когда я узнала real time движках я все конечно это полностью полностью за потому что разницы знаете разницы между ри вот там в блендере возьмем блендер там есть и ве сайклс то есть сайклс это рендер какой-то байсом байс это до сих пор не знаю разница короче честный по чесноку как арнольд арнольд все делает то есть он не фейковый вот есть или то есть но полностью real time и вот и как бы там прелесть в том что ты можешь там вообще чуть ли не всю сцену настроить вы ведь и раз захотел дирин дернул в сайт кисе и какие-то какие-то шуты вот это и это очень удобно то есть у тебя материала и не те же вот и к чему это начал сказать потому что больше никогда не не будешь рендерить все честно да и там и там собственно насколько сайклс насколько секанс лучшие виве то может быть там ну где-то там в два раза где-то там в полтора раза ну да там мне иногда там брательник сбрасывает там сайклс или и я иногда различить не могу даже на настолько там некоторые сцены там вообще экстерьер экстерьеры вообще не поймешь то есть то есть окружение environment вообще вообще понять не сможешь из интерьера да там конечно особенно белые помещения где-то видно вот эти все углы где-то должно должно красиво и красиво это отскоки все эти просчитаться а вот где-то вообще совершенно непонятно и вот насколько насколько real-time вы движок хуже чем настоящий рендер не во столько раз во сколько он быстрее то есть то есть он быстрее быстрее раз в 10 вот а хуже но может быть в полтора в два раза то есть не сопоставимые вещи то есть движки движки перекрывает ну понятно что есть вещи достаточно сложные которые там движки пока еще не справляется там стекло там еще что-то но все равно все вы прекрасно видите что происходит с андреалом сейчас это конечно просто просто черная магия просто просто вызов сатаны какой-то вот ну и значит рендерили мы потом перешли на на андреал все я поработал поработали в андреал ну и потом через какое-то время переехал приехал сюда в индию мы поработали над над одним купольным фильмом сделали его там там сложно там было и и и ренд рендер был там и real time был в общем и и что-то там в after effect и собирали какие-то нашлепки делали ну так или иначе сейчас я не занимаюсь как таковым full домом я еще я еще дистанционно несколько лет отрабатывал пока пока все это время жил я с самосибирским планетарием работал делал для них контент вот мне нравилось с ними работать вот сейчас сейчас там немножко все на паузе там команда поменялась немного и немножко отошел от этих дел час я делаю просто контент то есть я делаю просто персонажей который которых можно будет потом и в будущем купола здесь сейчас строится receive маленький планетарий вот мы ничего для него не делали будет в этот в большом медическом планетарии который мы сейчас делаем там будет большой купол вот ну что-то поговаривают что собираются из него обычный аимакс сделать и и хотят отказаться от купольного контента и совершенно напрасно потому что от иммерсив у него пожалуй круче только vr но причем я говорю что даже даже vr имеет побочные эффекты ну потому что это не для всех то есть вот так вот крутить башкой ну не смогут не смогут там знаете наши наши бабушки и дедушки и родители а вот в купольном кинотеатре они смогут сидеть потому что там там все-таки это поспокойнее там есть горизонт там есть люди там там как бы есть вот это вот простатство ты не теряешься и и ну довольно спокойно можно адаптироваться но при этом имея погружение достаточно серьезная поэтому конечно классно если еще или там какая-то помните там это начали появляться первый кинотеатр этом добби-сурраунды там титаники на сети гладиаторы начали показывать но это классно было сейчас сейчас таких кинотеатров нету кстати сейчас таким звуком кинотеатров в аймаксе еще более-менее что-то такое пытаются это дорого то есть это оборудование очень дорого его очень долго долго содержать все это отдельное производство контента и да и отдельно да и это тоже все очень сложно но то о чем ты говорил я такие видел но ты возможно делал большие штуки я это видел в таком я это здесь видел в universal парке на аттракционах условно ты садишься в тележку и перед тобой вот на купол проецируется словно там ты как ты ездишь по этой тележке там пока по миру гарри поттера по миру симпсонов но да там чуть тебя повернет тебя сразу тошнить начинать ой тебя сразу начинает тошнить укачивать очень очень веришь в это то есть с одной стороны пока перед тобой выключен экран ты такой ну камон сейчас в чем не кино покажете серьезно но когда включается и ты вокруг этой сферы внутри этой сферы полу сферы оказываешься мозг обманывается вот так вот просто вообще на 1 2 3 состояние изменяло сознание если тебе хороший звук еще и еще и запах немножко какой-нибудь там это я помню это с братом все время мечтали вот сделали бы для игр еще какой-нибудь генератор запах но так или иначе они уже появляются там какие-то эти к по моему идея будем какой диплом отыграть там это ваня для трубаками будет запах голой разложение нюхать ну да и постепенно и по сети и как бы все это еще с яра с яром связано вот я купил купил это несколько лет назад себе oculus quest 2 вот они стали доступны до этого это были у меня был опыт я еще до отъезда сюда в индию меня мой знакомый позвал к себе домой и прям сходу мне отдел этот htc 1 htc вай вы появились вот с джойстиками там естественно с этими с этими сдох станциями с этими это было потрясающе я я просто я под таким впечатлением просто несколько месяцев ходил я понял что вот 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 за этим будущее вот к этому надо стремиться но будущее это к сожалению так и не наступило вот потому что очень жаль да очень жаль что эта технология ей сложно пользоваться потому что тебе нужно вычислить вычислительные мощности тебе нужно оборудование для ну хэдсет вот это все жаль потому что технология действительно потрясающий ты получаешь очень уникальный экспири вот прям уникальный экспириенс сравнить сложность чем в яре жаль что сложно этим пользоваться действительно жаль этим даже не то что сложно пользоваться окулус квест они сделали мощный шаг во первых тебе не надо док станции делают то есть ты вот и его отдел у тебя там есть там фейсбук аккаунт без проводов вроде без проводов то есть ты можешь можешь через steam пользоваться а можешь просто прям что-то в шлем закачивать то есть есть например в окулусе квесты есть прекрасное приложение gravity sketch просто нереально и вообще то есть если то есть художники которые как бы стремятся каким-то интересным вещам я все все пытаюсь его освоить как это надо сесть и при приловчиться к нему нереальные вещи джама джурабаев там чудеса показывал там в этом гравит gravity sketch и вот как он там это из и скульптить можно уже vr достаточно круто полноценно то есть и приложение бесплатные то есть и gravity sketch бесплатный его используют концепт-дизайнеры для всяких там технику изобретают там я слышал видел даже кроссовки кроссовки как-то умудряются делать и это все можно потом экспортировать там любую программу отрендерить красиво вот есть скульптинг как это адоп медиум вот еще там появилось несколько классно-классно постепенно как-то это ну правда проблема ведь и в чем никто не хочет контент то есть как бы просто ради этих приложений широкий пользователь не будет покупать это узко специализированный софт и как бы ну поигрался немножко по полепил полепил там это ну и все людям нужно много контента то есть у xbox а там у playstation но не у них много контента своего уникального которого даже на написи нету еще вот и они эти могут порадоваться там ничего не глючит люди люди охотно расстаются там с этими тысячами долларов там за за эти приставки потому что они получают гарантированный экстаз вот который не будет тормозить лагать там ну если не не вспоминать историю с киберпанком первым вот то есть все достаточно идти от адаптирована вот классно сделано сейчас вот говорят там все плюются от этого за ласта фас на писи жутко даже он все там крашится сейчас в течение полгода будут еще допилить и чтобы все могли нормально поиграть него поэтому а там как бы все все здорово все это но все уже вот у playstation же недавно относительно 20 какого-то февраля вышел их на psvr 2 и он типа очень дорого стоит но относительно консоли самым сейчас playstation стоит там 500 чем-то евро или долларов psvr стоит 700 надеюсь 699 а игр на него сейчас по 18 штук есть в этом понятно что есть одна суперкрутая какая-то там horizon но это из их вселенной вот но все равно она типа не дотягивает до уровня того же half-life алекс таки если трипл и трипл и вот поэтому как будто бы те кто могли бы это развивать на виду консоли они вообще этого не делают таки просто забили и просто выпускают что-то супер дорогое кто-нибудь ну понятно что мало людей смогут себе позволить купить игрушку на которую там есть пять хороших игр за 700 баксов здесь 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 такой момент что во первых вот сейчас мне это брат 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 это буквально буквально вчера вышел вышла бон лап игра но они нормально заработали был была первая бон воркс вот потом вышла бон лап ну они заработали неплохо то есть прям так нормально заработали и прям так все воодушевили что игры могут так зарабатывать какие-то прям хорошие у них эти показатели были продаж walking dead science and sinners была первая часть сейчас вот вторая вышла вот тоже они неплохо заработали на вторую часть как бы это быстро зарядились вот но пока еще все это очень-очень вяло очень прям совсем до уровня алекса еще никто не дотянул тахов лайфа да вот алюса очень круто алекс нифига не окупился они это делали для того чтобы свою это стоп чтобы индекс свой продавать вот они собственно у них у них был план это просто просто дыма дыма игра такая вот и и в итоге никто даже да и даже близко дотянуться не может до такого уровня то что выходит какой-то трэш вообще мы просто с костяном поражаемся как это господь за идиотов что ли считаете эти via via gamer почему вы не уважаете почему вот вот этот вот этот такой вот момент когда хочется чтобы какие-то задроты сели прям из любви к искусству просто сделали игрушку того чтобы она просто привлекла внимание сделайте вы немножко в убыток себе сделайте это хорошо вот на эту же тему на которую ты говоришь я в москве ходил а то ли год два назад то ли когда в там есть vr experience всякие вот эти вот на условные аттракционы я попытался там по интернету найти тот который более менее интересный более-менее технологичный мы пришли туда нам одели эти шлемы и мы играли в какую-то вот low поле там драку в баре ну камон я из любви к технологии к красивым красивому и прекрасному нашел место где где можно испытать который позиционирует себя как прогрессивная и мне там ставят драку в баре которые вообще там не физики ну то есть вот просто на 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 отъебись абсолютно сделано отвратительный экспириенс но у меня был у меня был хороший экспириенс потому что мне мне тут на мой знакомый включил демку демку от валв вот они сделали сделали эту демку перед перед еще перед выходом алекс она называется лап вот это прикольно там несколько каких-то там какие-то игры есть головоломки есть просто какие-то визуальные картинки там я помню этот момент я собственно не рассказал свой свой этот экспириен что я там увидел то есть там стоишь на горе на такой красивый к этот какие-то гималайи прям ветер какой-то это все время так это роба роботская собачка бегает у тебя под ногами такая блин это было так круто я недавно даже вот сколько лет уже прошло вот и до сих пор это смотрится очень классно очень на уровне высоком сделано это прям прям реально и там есть то была игра такая защищать своих замок от каких-то таких смешных таких этих плоских человечков которые бегут на тебя с копьями там это это самая лучшая стрелялка из лука на сегодняшний день никто не превзошел и пытается там с эльфами какими-то делать наворачивают графику там все цука и все но вот про это говорят как раз то horizon сильно лучше это я смотрел вот каких-то там людей которые супер много играют vr что в хорайзене круно вообще в без варе круто то что он третит зрачки и ты ты целишься зрачками ну то есть и не нужно поворачивать голову силь так когда ты смотришь что-то у тебя прицел римал типа будет уже поворачиваться и там прямо стыда круто работает там еще крутая технология в нем сделано что он рандрит картинку в лучшем качестве туда куда ты смотришь типа вяре когда ты не видишь этого а на телеке когда смотрят там прям видно можно следить куда смотрит человек потому что там явно видно картинка сильно лучше но это классно да у нас у нас по сути же тоже периферийное зрение мы же не мы же не не можем все четко обозначить что что что-то в этом есть да какая-то имитация настоящего взгляда но это прикольная технология мне вообще очень нравится у меня есть даже идея сделать какой-то собственный такой ну и я сейчас немножко от анриала откачнулся сейчас я сосредоточен на создании этих анимационных историй вот но потом я собираюсь все-таки это мой канал называется cyber mystic vr вот и я впоследствии буду продолжать vr тему пахт это-то так это разрабатывать потому что она но все-таки самая-самая классная в плане погружения есть классный ролик если вам удастся его найти это будет просто нереально можно можно взять просто шлем этот который 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 просто телефон вставляется называется virtual reality дайвер это демка которая была сделана японцами перед выходом гост мтшл они делаю сериал выпускали и перед призраком доспехах сериалом они выпустили эту эту демку и сделали полностью и вяре господи это просто нереально она есть на на ю тубе укороченная версия вот рекламка я как я когда я увидел я чья просто чуть не чокнулся вообще и не знаю лет пять на что ли вот это просто нереально и я ее поставил там взял телефон там заморочился там этот самсунг тут купил у меня iphone был маленький этот купил самсунг какой-то местный тут индийский вот купил эту штуку и и посмотрел блин это нереально ты тут ты внутри фильма вот там разворачивается история вот фильм просто просто записан просто видео качество к сожалению не очень не очень хорошее вот потуплю это у меня там самсунг это плавился к концу уже это 20 минут на этого ролика то есть ты внутри внутри вот этого фильма и вот она будет она там бежит вот они не разговаривают смотришь туда-сюда ты конечно двигаться там не можешь но ты крутишь головой ты находишься в эпицентре событий и и это нереально круто вот для таких моментов если еще будет звук когда когда ты реальным будешь чувствовать что тебя сзади позвали я слышал что уже youtube поддерживает 3d звук вот что вроде как у них них есть возможности создавать 3d звуки вот это будет просто просто классные на youtube очень много таких роликов они поддерживают эту тему via via video вот я даже сделал демку для со стерео вот у меня есть там храмик такой индийский есть я рендернул блендер из стерео на левый и на правый глаз как бы как бы сделал наложение это просто потрясно вообще я как дурак там я несколько секунд отрендерил и как дурак смотрел это про вот когда ты видишь стерео вот это совсем другое вот это очень классно видео мы про видео говорим это понятно что в это 3d в 3d игре опять же как как сложно потреблять такой контент ты вон даже телефон купил какую-то картонку сделал это у тебя телефон чуть не не расплавился google занимался одно время популяризации этой темой они тикат по карт борды сделали одно время вот они там за там со сколько там за 10 долларов продавали но как как-то это все вот как-то вот не моря не понимая почему google до сих пор это шлем свой не сделал вот они же они же прямо эту технологию двигали так пушили несколько лет назад прям очень сильно они как-то в свои очки ушли вот ну как-то вот они глаз не с не стали делать этот шлем в дополненную реальность на ну да сейчас сейчас вот apple что-то делает но мне кажется они все-таки в больший упор сделают на и арчер на на vr арли меня не интересует потому что это опять это немножко не то мне все-таки нравится когда полностью полностью виртуальный мир полностью виртуальный мир это там не знают метаверсы какие-то ну тоже это все пока вот как-то говорят об этом но пока мне кажется все таки будущее за арм процессорами если они начнут арм процессоры пихать как бы вот в шлем их такие когда они станут легче когда разрешение станет больше когда производительности будут позволять делать что-то классное потому что ну смотрим сейчас эта игра вышел этот волкин дед этот 2 ретрибюшен на принт такой такой такая графика еще позорная так все пока еще хотят это одна одна из лучших игр и к после после там и как half-life яри ты имеешь это она выгода да да все равно такси так все вело такое все по деревянные несколько лет назад там видимо какой-то мод есть на резидент evil 7 делал этот шлем подошел к этому дому обосрался и в самом начале игры есть но очень нравится конечно веселая игрушка есть для тех кто любит обосраться фосмофобия и вот это вообще там просто просто говорят вообще обязательно в туалет сходите вообще ну по привидений игра начинается один ты не зайдешь дом бесполезно то есть открывается фургончик те тебе это выпадает задание найти там призрака то в этом доме живет призрак такого-то такого-то а тебе надо и задание там войти с ним в контакт там насыпать соли чтобы он не наступил там и и там это услышать его звук увидеть паранормальное явление и такой дом старый дом помните фильм этот зловещие мертвецы старый с рукой с этой бегающей представляете вот это вот это вот такой дом из бруса сделан и тебе надо в него войти и и ты просто не можешь мы стоим с костяном таки давай теперь давай теперь нет я не пойду я не зайду туда вообще ни за что на свете это страшно и просто тишина музыки нету никакой ничего просто дождь идет просто дождь гроза такая и и темный дом просто зайти не будешь вообще вот это когда начинается какая-нибудь это чертовщина происходить его вообще там просто такие вопли странная игра игрушка популярны там они они продолжают и развивать интересно пока конечно твой оппонент гораздо страшнее чем всякое привидение потому что его там вот так вот ломает у него там руки руки выкидывает там так это как и увидишь иногда господи душка то это этот твой ну и она мультиплеерная прикольно что по сети можно играть смысле сетевая что можно коллаборацию делать коллаб есть это весело конечно да пока конечно это это вообще не то купил шлем и все это half-life прошел парочку игр еще для интереса поставил поплевался и все пока 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 не никто не хочет рисковать собственно подытожить подытожить я хотел что вот я просто у вас часто вижу в основном специалисты выступают которые как-то стремятся в контору какую-то там двигай там будем возможность знать и потому что это кто там поработал то там поработал то есть у меня какой-то такой не похожи на это путь такой пусть-путь одиночки то есть как того были моменты поработать в конторе но как ты не поработал то есть не то ни удалось на мальту должен был поехать меня затянуло идицы и я и опять я одиночкой здесь здесь то что я делаю как бы это ну как бы я тут это нет но мне тут собственно даже получи поучиться негде не у кого то есть я тут получается то что делаю я никто не делает поэтому а ты рассматриваешь какие-то при переезда дальше если чо или тебе и по кайфу и все уже не идея по кайфу потому что здесь 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 как-то здесь недорого во первых вот если еще имеешь возможность за доллары фрилансе но это вообще божество то здесь квартира например мы снимаем квартиру две спальни при это привычнее это две спальни там но это общая комната достаточно большая 11 500 11 500 руби это примерно в рублях то же самое сейчас они они вообще с рублями просто 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 без меня здесь зарплата крохотная папа как бы вашим меркам я даже тысячи баксов не получаю но зато как бы мне ее хватает тут просто вот так вот ну понятно что на билет на билеты чтобы есть ездить куда-то это надо надо отдельно зарабатывать вот фрилансе там еще чем-то заниматься вот я я говорю что я сейчас я вот я в этом стриме сейчас не упускаю там там костян рассказывал про наш криптовалютный проект там еще что-то я даже про него говорить сейчас не хочу потому что во первых это это было стечение обстоятельств туда подняли в этом денег вот но сейчас как бы проект за это про nfc что ты говоришь да 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 ну это это было стечение обстоятельств это знаете ну как бы упала упала какая-то ситуация крутая но такое в жизни бывает иногда у людей когда там что-то такое произошло вот но вы повторить мне это скорее всего не удастся потому что во первых я я в этой теме не сам не понимаю ничего как бы это это не мой путь то есть я какой-то художник просто до мозга костей ну если 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 когда-то удастся поучаствуйте нормально если нет ну я не хотел когда обратиться просто меня позвал человек но очень-очень для меня это какой-то авторитетный который которую которую я уважаю и за которым я готов был пойти поэтому я только из-за этого согласился конечно не пожалел об этом всего все получилось это главное что что-то получилось да какие-то деньги заработали какой-то опыт получили но художественного опыта я никакого не получил поэтому я якобы вот сделал какие-то вещи достаточно достаточно под простые понятные для себя как то у меня еще был опыт я тоже об этом не упоминал работы в браузер браузерную игру я делал меня тоже привлекли как художник она опять таки ведь им меня привлекли меня привлекли меня привлекли то есть как бы это было было не мое детище поэтому в какой-то момент просто мне место становилось неинтересно и мы расставались поэтому мне надоело что меня привлекают поэтому я решил просто делать свою тему пусть пусть буду раскачивать и какое-то время куда бы ты хотел чтоб тебя привлекли никуда я я сам буду привлекать надоело уже привлекаться мне я хочу сейчас быть быть художником как бы это делать свой канал вот собирать свою аудиторию и patreon patreon донаты все зарабатывать зарабатывать только этим жить за счет этого то есть пример примерно так может быть последствий как какие-то будут менторство но пока что не не хочу этим заниматься и научить есть чему но пока пока не хочется то есть пока хочется по поместить истории там на youtube зайдете посмотрите я уже кое-что начал укладывать из того что будет впоследствии развиваться то есть в таких таких вещах буду посмотрим чем это приведет то есть досылка внизу если что ссылка в описании можно дарить вот эндрю крамер сказал классную вещь он сказал что если вы горите вас обязательно заметит то есть поэтому обязательно по крайней мере ну и я работаю в той сфере но который невозможно поделать то есть там если можно там войти куда-то там бухгалтера потому что у вас институт был единственный там экономически там еще как-то там ну как бы заниматься заниматься творчеством потому что там вот как-то как-то вот это ну невозможно ты не сможешь заниматься и вот и не выдержишь то здесь надо ну как и музыкой как еще какими-то такими вещами где надо где где немало жопа часов надо вкладывать собственно это развитие сольешься быстро ну как-то так как как-то так что еще сказать я за я за чистое творчество за хендмейт ну в предел в определенных пределах пределах разумного верю все что делается своими руками это все это все будет вознаграждено это все то есть я за я за вещи авторские люблю види проекты люблю как ну и я люблю и marvel тоже то есть мне нравится и конечно и мстители и все такое это классно конечно и и аватары где миллионы долларов и куча людей и трайпл и проекты где конечно в одиночку ни в коем случае такой не сделаешь но и нет мне сейчас но меня сейчас больше вдохновляют вещи где о там один чувак он там сам сделал это я не рассказал дежащую музыку сам делаю вот я что-то купил себе всяких всяких вот таких модульных синтов ну нет конечно нет 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 не до такого но вот такие вот такие вот всякие девайс девайсы у меня есть последний долбил очка а каевы собрал собрал всю линейку там миг микро этих клавиатурах вот такая штука есть корк 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 мини такая у саша такая же была кажется у меня билизан она у тебя она у тебя дома лежит сейчас если что сейчас сейчас музыки знаете совсем просто у меня никакого абсолютно музыкального образования нету отлично от брата брата меня как-то это не тянуло на это меня никто не отдал никуда на в общем не знаю может хорошо может плохо но зато сейчас как бы очень много можно на миксовать на на комбинировать там в целом очень много параллелей музыки изображения и и там и там есть ноды если ты хочешь и там и там можно походить и там и там есть если брать такие какие-то характеристики изображения то у тебя есть в изображении там темные средние светлые в музыке тоже есть там низкие очень много параллелей можно найти по части игре там всякий ноут ноут ассистент и есть всякие ты просто просто выставляешь в этой просто нет не попадешь мерами это не в ноту можешь октавами играть вот это вот этот маленький девайсик там жмешь там сразу аккорд у тебя играет правильно вообще шайтан машина меня счету два девайса лежат такими не клавиатуры там если у нас есть композиция то там тоже есть как микс условно что-то мне правильно акценты расставить правильно но не забить все я я как режиссер все-таки в первую очередь здесь и я смотрю в целом как бы то есть мне всегда нравились саундтреки то есть саундтреки ты практически не можешь никогда слушать сами по себе то есть редкие саундтреки там какой-нибудь джон уильямс только пишет саундтреки который ты можешь слушать там просто сидеть и работать под них а так в основном саундтреки это сопровождающий какой-то экшен визуальный ряд тогда они классно ложатся вот в этой кстати ведь мы будете смотреть боже какой там саундтрек там просто жуть от него там то если музыку убрать с этой ведьмы если вот там какой-то просто просто гений гений саундтреков делал там там ты сейчас пойду проектор готовить если не смотрел чем больше ведьму или будете же пересary нет 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 я не смотрел боже вообще это это просто это просто блаженству музыка там просто просто потрясно вот и это и это визуальные ряда то есть как музыки как таковой там нету а вот то есть там какие-то просто таким тут какие то-то барабан ну какие-то ведь мы то мухать начинают на заднем плане то есть и это и это настолько вторит визуальному ряду то есть сильно вытягивают его. Прям очень колоссально. И я, собственно, музыкальным оформлением, скорее, занимаюсь, чем какой-то прям музыкой. Я не собираюсь там в альбом DOT написать какие-то. Но музыкальное оформление такое звуковое. Сейчас же можно библиотеку. У меня все куплено. То есть у меня куплены Cubase, у меня куплены все библиотеки. Ну какие есть у меня. У меня куплен Контакт, там Плеер, какие-то библиотеки к нему. Я прям полностью от копирайтов стараюсь не зависеть. всяких там этих библиотек у меня огромная база данных вот у тебя есть микрофон ты можешь свои шумы записываю да запросто в индии кстати с этим проблема зум этот маленький какой-то такой самый начинает начинающий там с этими с микрофончиками стерео ну и думаю это отвез отвез нам ребенка это школу было раннее утро думаю сейчас поеду запишу какие звуки природы тоже птички какие-то поют такие мощные взял такой его и стал стал такую в лесу джунгли вокруг какие-то птички поеду мы записываю и там что-то на сзади планирует бенгальского господи откуда ты взялся время такое ранее я приехал звуки записывать мне товарищ рассказывал где тоже пытался здесь тоже жил пытались жену записывать там она стихи читала горит невозможно вообще ты просто должен полностью вообще изолироваться этот везде вопли какие-то шумы какие-то крики там сигналит у нас еще как бы подальше от машина здесь вообще рассказывал что сигналить принято то есть обгоняешь ты должен сигналить и поэтому вот в этих во всех там азиатских странах там просто постоянно это галдеж стоит горные эти постоянно трубят вообще это таиланды все идет это такие такие правила работатьjobit конечно это записывать фоли записывай здесь тут нереально поэтому все генерирует придется попадались может быть где это озвучивают всякие фильмы там вот эти там копыта вот это еще одна тема которой я тоже могу заниматься это прям супер какой тысяч эксцентрич темы встречать камушками там блин это так круто это же думаю если когда-нибудь мне почувствуется построить собственный дом я тоже думаю если когда-нибудь мне посчастливиться построить там если это заработаю я обязательно кути ангар себе сделаю и вот буду там вот эти вот звуки записывать это просто экстаз вообще так классно это прям прям не забыл как зовут вокалист аэросмит короче смотрел интервью с ним и он говорит вот включи эту песню хост включает песню слышишь этот не трещотку шейкер ну да не было шейкера но очень очень нужен был звук я взял пакетик маленький соли из макдональдса или откуда и записали шейкер это чистое творчество и мне преимущественно в общем вывод такой что нужно заниматься творчеством это нужно заниматься тем тема чего тебя прет и и обязательно всех будет переть вместе с тобой это то сто процентов если тебя от этого прет всех остальных по кратности вместе вместе с тобой но если конечно это тебе тебе не 13 ты еще это не сформировался как личность и это не амфетамин да 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 вот если это как это меграунд уже имеешь что это не пустое место не беспокоиться все будет хорошо круто спасибо тебе большое так классно очень очень интересная беседа очень необычная для нас потому что тоже иногда но нет у нас всегда очень интересной истории крутые но когда что-то из какого-то привычного ряда выбивается очень классно очень интересный разговор себе покопаться получилось какие-то темы обсудить на которые всегда приятно подводим и про которую бы не поговорил бы просто так да это очень круто было спасибо я очень сильно удивился вот час когда посмотрел что мы наговорили почти три часа и так почему вот я если вообще не смотрел на время спасибо что пришел второй раз спасибо что позвали если будет что-то новое то пиши блендер 10 стрим по по старейшему блендеру да давайте в чатике нужно попробовать разобраться как установить блендер 1 потому что но и вот видео нашел посидим поболтаем по разбираем кнопки мне бы знаете что мне обрена пак интересно если бы у вас какая-то возникла тема про творчество в целом про творчество не привязаны знать каким-то инструментом вот вот про вот про это в принципе было бы классно поговорить потому что эта тема которая она не безразлична никому ну то есть ну мы в этом в этом варимся все равно так или иначе больше или меньше степени все все равно но это 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 прикольно это можно было бы обсудить как вообще это работает как вообще это про всякие триггеры пройти вот это вот это ведь она вдохновляет можно это подискутировать на эту тему без каких-то этих моментов да хорошо и сборов в воде и готовить кинокомнату у нас сегодня званый вечер с виланский вечер пойду и спать собираешься посмотрим все за всем спасибо 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 вам все пока хорошего дня хорошего вечера пока пока их